Дорогие слушатели нашего сегодняшнего вебинара, хочу представить вам нашу коллегу Наталью. Она сегодня вас проведёт через все возможные джунгли профориентации, поможет вам понять, как вообще работает понятие выбора профессии и карьеры. Наталья, вам слово, представьтесь, пожалуйста. Спасибо, Любовь, вы прям, у меня дополнительная ответственность мне передали, потому что через все джунгли не обещаю, но через... Меня зовут Наталья Хазицкая, вот здесь есть мои социальные сети, приглашаю вас дружить в них. Я специализируюсь на выборе профессии и планировании карьеры для взрослых и подростков. И, в общем, подростки – это моя отдельная такая любовь. Мне очень нравится работать с ними, поскольку есть ещё возможность не совершить множество ошибок, которые совершают взрослые в своей карьере. И вот я очень стараюсь предостеречь или подсказать, как лучше этот путь проделать правильно к своей профессиональной цели и к своему такому профессиональному успеху. Поэтому, если есть у кого-то фантастические идеи, мечты или какие-то интересные цели, которые хочется обсудить, спрашивайте, я буду стараться отвечать на конкретные вопросы. Это будет интересно. Да, замечательно. Выхватывая вопросы с чата, Богдан, на слайде у нас представлено, где на Фейсбуке можно у нас найти Наталью и там с ней подружиться. И в конце встречи мы ещё раз вам подскажем наши контакты и Наталье, и мои, чтобы вы могли все остальные вопросы уже впоследствии разобрать индивидуально. Что касается меня, кто-то из вас со мной уже был знаком по предыдущим вебинарам, вообще, в принципе, по нашим взаимодействиям в China Campus. Меня зовут Любовь, я в CCN достаточно давно, в мой профиль входит и языковая школа, и профильный класс в Москве. И, конечно, я помогу вам сегодня разобраться, обсудить обучение в Китае, посмотреть, в каких вузах у нас можно рассмотреть те или иные специальности, и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Что вообще касается нашей компании, мы China Campus Network, это не компания-посредник, мы являемся консорциум, объединением вузов Китая. У нас входит 38 университетов в нашу дружную семью, в которые вы можете поступать на бакалавриат и на магистратуру. И наша деятельность не ограничивается этим, мы вас к этому, во-первых, подготовим, мы дадим предвузовскую подготовку, где вы учите бытовой, китайский, академический, профильные предметы по вашей специальности. Ну, например, бизнес — это будет экономика и математика на китайском языке. Вы сможете поступить через нас в эти вузы на бакалавриат. И также дополнительно мы всегда с удовольствием проводим летние лагеря, различные тренинги, как, например, сегодня профориентационный, онлайн-курсы по китайскому языку, стажировки в Китае. То есть деятельность у нас достаточно большая, и мы сможем предложить вам все, что вам захочется. С нами в этом плане всегда можно все индивидуально уточнить, под себя удобно подобрать. Конечно же, самый такой важный вопрос стоит перед каждым абитуриентом, перед каждым школьником, как выбрать ту профессию, с которой в будущем предстоит жить. И я передаю снова слово Наталье. Наталья, проведите нас по этим джунглям. Так, ну хорошо, давайте. Значит, а вы, Любовь, как бы мне переключать слайды? Мне будете в этом помогать? Да, я буду переключать. Договорились. Ладно, тогда давайте так. Вообще-то дело непростое, выбирать профессию, да, и выбирать подходящую профессию, да еще и не ошибиться. И чтобы снизить градус вот такой ответственности или страха, я расскажу вам секрет, который заключается в следующем. У нас нет задачи сейчас определить профессию, назвать профессию свою кровью, подписаться под этим названием, и потом в течение следующих 40 лет, значит, в этой профессии работать, больше ни в коем случае никак ее не реформировать, не трансформировать. Наоборот, мы, скорее всего, мы предполагаем сейчас, что карьер наша будет складываться, возможно, из нескольких профессий, да, или из разные, из трансформации, а может быть, даже несколько карьер мы построим. То есть вот эта новая такая неопределенность, неизвестность – это наша новая стабильность. Поэтому мир становится открытым и гибким в смысле смены профессии, в смысле профессионального развития, построения профессиональной траектории. Поэтому никакого такого глобального страха сделать ошибку, сделать ошибку или что-то там, какой-то, да, там, испортить себе всю жизнь, его нет. Но чем ближе к себе, к своим таким интересам, к своим приоритетам мы выбираем профессию, тем проще нам, во-первых, строить эту карьеру, во-вторых, тем гораздо больше вероятность, вероятность, что мы будем в этой области успешны. Возможно, она будет не одна, и мы будем успешны в нескольких профессиях, в нескольких карьерах, но тем лучше для нас. И вот сегодня мы поговорим с вами про такие основные принципы, на которых основывается выбор профессии или построение карьеры. Начнем мы с понятий. И когда мы говорим о профессии или карьере, у нас есть несколько таких понятий или представлений о том, что же это такое. Первое – это работа и хобби. Это таких два, да. У нас есть профессиональная деятельность, это работа, а хобби – это какая-то, ну вот что-то, что мы делаем для жизни или для себя. Если мы вот здесь в чатике, вы мне прямо напишите, как вы думаете, чем отличается работа от хобби, мы тут с вами как раз войдем в какой-то диалог, да, и в обсуждение. Я пока буду какую-то свою версию выдавать на эту тему, а вы напишите мне, как вы думаете, чем отличаются эти два… О, Елена прямо в точку сразу. Хобби – это получение денег, а хобби – это вложение. Ну, хобби не всегда бывает затратным, но не обязательно денег вложение, да, своего какого-то ресурса. Давайте про цель. Да, вот если цель работы – это получить деньги, то цель хобби – это что? Получить. Какая вот у нас есть, да, идея, что мы… Зачем мы вообще этим занимаемся, нашим хобби каким-то? Это важное различие. Хорошие эмоции, да, какое-то удовольствие, интерес, радость, да, хобби для души, работа для обеспечения жизни. Все верно, вы говорите, так оно и есть. Тогда давайте подумаем. Хобби – это в первую очередь для удовольствия, то есть для кого, на кого ориентировано хобби, выбор хобби. Я могу выбирать хобби, ориентируясь на других, если удовольствие должно оно мне приносить? Наверное, нет, да, работа, хобби – это только для себя. А работа, если нам за это кто-то платит, значит, мы это делаем для кого-то, значит, работа ориентирована на других. Вот это основная такая часть. И вот Елена пишет про хобби, как ее включить в работу, да, и работу, учитывать хобби. Это часто я сталкиваюсь с этой идеей. И у взрослых она бывает, да, у подростков, так она вообще постоянно встречается. Значит, дело тут вот в чем. Поскольку у них разные цели, у этих двух занятий, и у них разный фокус хобби на себя, а работа не на себя. Хобби нам приносит удовольствие, а работа – деньги. Да, хобби мы можем делать, еще есть такой фактор обязательности, да, хобби зависит от вдохновения, желания и свободного времени, ресурса, а работа, ну, в меньшинстве, от этого зависит. Я бы рекомендовала их разводить все-таки, не делать, не ставить зависимость удовольствия от заказа, от чьего-то другого, от чужого, да, такого, от чужой потребности и от денег. И тогда и то, и другое может быть успешным. А иногда бывает, что хобби в течение жизни превращается в профессию. Наоборот, в общем, это разные вещи. И следующее понятие, с которым мы здесь сталкиваемся, если мы отделили, да, работу от хобби. Почему я об этом напоминаю? Потому что ребята довольно часто выбирают профессию, опираясь на хобби. Не надо так делать, да. Профессию мы выбираем, ориентируясь все-таки на себя, на свои склонности, на рынок, на то образование, которое мы можем получить. Профессия какая? Вот, смотрите, работа бывает профессиональная, а бывает непрофессиональная. Профессия предполагает профессиональную деятельность, да. Какие-то... Что такое профессия? Чем она отличается? От просто там работы, да, работа за деньги и профессиональная деятельность за деньги. Вот чем тогда профессия отличается, как вам кажется? Какие у нее обязательные условия? Одна профессия... Вот один человек профессионал в одном, а другой в другом. Они чем отличаются? Как вам кажется? Давайте, включайтесь. Ну, в общем, отличаются они набором знаний и навыков, да. Что-то, что мы приобретаем в процессе обучения, в процессе такой профессиональной специализации и опыта, который дает нам навыки. И вот эта вот профессия, такая статичная ситуация. Я профессионал в чем-то. Это значит, что у меня есть некоторый набор знаний и некоторый набор навыков. Вот мы когда называем профессию, там, не знаю, врач-лор, мы предполагаем, что он что-то знает, да, про лор-органы и умеет их как-то лечить. Вот, да, а врач, там, не знаю, травматолог. Значит, то есть мы когда называем профессию, у нас уже есть определенная ассоциация с набором навыков и знаний. А что ж такое карьера? Как она связана с профессией? Как она к ней относится? По отношению к профессии это что? Я могу быть профессионалом без карьеры? Или вообще какая-то вот... Есть такая связка здесь между профессией и карьерой? Что это такое? Узкой направленностью в разных частях деятельности отличается профессия, кажется, Светлане. Да, так и есть в какой-то специализированность какая-то, да, уже в какой-то... нельзя быть профессионалом во всем, в чем-то конкретном обычный профессионал. А карьера – это движение в профессии, да. Но вот есть такое вот заблуждение, скажем так, или такая иллюзия. Опыт, продвижение, да, Анастасия, совершенно верно. Есть такое представление о том, что можно выбрать какую-то профессию, а карьера мне не нужна, я ее делать не буду. Это что означает? Это означает, что профессиональное сообщество или там профессиональное развитие будет у компании, будет уходить дальше, а карьера ваша будет стоять на месте. Относительно развивающейся среды или отрасли карьера будет, ну, такая, да, не очень удачная. Она будет, получается, двигаться вниз, снижаться. Целенаправленное движение в профессии – это движение какой-то цели. Это не обязательно руководящая карьера, это не обязательно какая-то высокая должность, да, лидерская позиция. Это может быть профессиональная карьера, экспертная карьера, но тем не менее это какое-то развитие, движение в своей профессии. И карьера считается успешной, если мы достигаем своей цели, да, хочу стать суперизвестным, там, не знаю, адвокатом, зарабатывать какое-то количество денег, занять определенную позицию, оказаться на работе вот в такой-то компании или в такой-то стране. Это цель карьерная, если она достигается, значит, у нас карьера успешная, значит, мы двигаемся к нужной нам цели. Значит, что важно нам здесь сказать? Что про карьера, да, вообще, поскольку впереди у вас выбор образования, и это такая задача, да, не из простых, мы должны понимать, каким образом нам это образование выбирать. Образование все-таки у нас подчинено некоторой... Это стратегическая инвестиция, можно сейчас сказать, да. Образование профессионально сложная задача, выбора и вообще обучения, она должна быть у нас к чему-то относиться. Не просто я вот хочу поучиться ради учебы, или не просто я хочу там весело и вкусно провести 4 года задорого. Оно нас должно приблизить к какой-то нашей профессиональной цели, какая-то ступенечка, да, это достаточно серьезно, может стать хорошим фундаментом для развития нашей профессии. Соответственно, наша с вами такая задача – сформулировать свою профессиональную цель, выбрать какое-то профессиональное направление. И вот чтобы его выбрать, это проблема, я понимаю, с этой проблемой обычно приходит, да, на профориентацию или на такую консультацию по выбору профессии. И у этой проблемы есть два варианта решения. Через два варианта решения, которые... Ну, давайте я прямо вам про них расскажу. Значит, первый вариант – это мы опираемся на какую-то свою страсть. У нас есть какой-то интерес, нам нравится какая-то область деятельности, отрасль, наука. Ну, вот она у нас, да, такая, вызывает у нас какое-то... Мы не знаем еще, чем мы хотим знать, но вот просто хотя бы учить эту биологию, ну, так мне интересно, что я бы хотела дальше с ней свою жизнь связать. Это ответ на вопрос, где, в какой области я бы хотела работать. И тогда мы можем посмотреть, а что там можно делать, да, и выбрать более подходящую для себя деятельность. Но бывает зачастую так, что нет ответа на вопрос, где, и нет такой какой-то страсти или глубокого интереса к науке или к какому-то предмету или к отрасли деятельности. Тогда мы ищем на вопрос, что ответ, что делать, что подходит нам, что у меня хорошо получается, что может у меня получаться лучше, чем у других, что будет мне делать легко, в чем я смогу быть успешен без особенного напряжения. Вот такой ответ мы ищем на вопрос. Это вопрос про склонности, который можно нехитрым способом у себя отыскать. Вот наша с вами следующая часть нашего разговора как раз будет посвящена тому, чтобы мы подумали про эти оба таких вопроса и попробовали отыскать на них ответ, ну, или хотя бы задумались об этом. Мне кажется, что вот такой алгоритм, он позволит вам найти ответ на вопрос. Начнем с того, что делать. Вот первый вопрос, на который мы попробуем найти ответ, что делать. Что делать, это вопрос про мои склонности. Можно уже на следующий слайд. Да, Любовь, спасибо. Значит, первый вопрос про склонности. И это такой краеугольный камень вообще в профориентации. Наверняка, если вы когда-нибудь проходили какой-то профориентационный тест, вы сталкивались с тем, что вам говорят про склонности. Возникает вопрос, зачем вообще что-то такое, что это за склонности, и зачем про них знать. Вот я предлагаю вам посмотреть на эти два таких примера. Я использую для обсуждения с ребятами вариант для того, чтобы обсудить на примере этих картинок, что такое склонность. Вот посмотрите на платье для начала. И подумайте, и напишите мне в комментариях, как вам кажется, что нужно знать для того, чтобы купить платье. Вот мы идем с вами в магазин, у нас, нам нужно платье. И мы идем, еще до магазина мы не дошли. А там мы знаем, что очень много в этом магазине платьев. Что нам нужно знать для того, чтобы нам купить платье? Платье себе. Биохимия у нас тут в чате возникла как тема. Пять лет Елена на биохимическом направлении и поняла, что не хочет в этом направлении. Но это такой вопрос отдельного разговора, мы об этом можем поговорить. Цвет, размер, нужно знать цену, качество, размер свой, цвет, который мне подходит, фасон, который мне подходит, материал, из которого я хочу, чтобы было платье сделано, сколько я на него хочу потратить, какой сезон, какое событие. Вот, мы еще до магазина не дошли, а мы уже столько всего знаем про то платье, которое мы с вами будем покупать. Представляете? Это мы платье только покупаем. Представляете, что мы выбираем профессию, как много нам нужно знать о себе, цвет, размер, фасон, да, и вот это вот все, пока мы еще не дошли до магазина профессии. И такая же история со спортом. Вот эта картинка со спортом, она вызывает споры обычно с юношем, и у меня на тему того, любой ли человек может стать успешным штангистом. Но я попробую уточнить этот вопрос. Успешным штангистом, значит, побеждает в соревнованиях. Ну, так обычно в этой дискуссионной, конечно, вопрос, но обычно мы приходим к выводу, что все-таки физиологические такие вот свойства, они имеют значение. И не всякий человек, вот не с всякими физиологическими свойствами может стать победителем, да, таким штангистом. Есть какие-то определенные ограничения физиологические. Вот, например, там, тонкому, тонкокосному, высокому, худощавому человеку будет сложнее стать успешным, да, победителем, там, штангистом, чем такому коренастому, крепкому юноше, к примеру. Или человек с патологиями, да. Вот это те вопросы, которые мы с вами можем посмотреть на себя в зеркало или посмотреть на своего, да, партнера или посмотреть на другого человека и на глаз определить. И про цвет, и про размер, и про там штанга пойдет или лучше бегом заняться. Мы можем сказать на глаз. А со склонностями так не работает, со склонностями к профессиональной деятельности. Мы не то, что на глаз не можем их оценить, мы еще и сами про себя их часто не можем толком, да, сказать точно. И поэтому нам нужна вот какая-то такая диагностическая карта, от чего мы вообще меряем, какие склонности. Я вам сейчас об этом по секрету расскажу. Обязательно надо, я думаю, пройти тест. Если вам интересно, я вам пришлю потом ссылочку на тест, который можно пройти, такой несложный. Но по моему опыту, даже без всякого теста, большинство людей в подростковом возрасте, и уж тем более старше, может, зная, что мерить, на себя так посмотреть и адекватно, да, померить это или оценить свои склонности. Так вот, таких классических профориентаций выделяют шесть склонностей обычно. Первое – это работа с людьми. Это то, что у меня получается хорошо. Хорошо. И когда мы говорим работа с людьми, мы не имеем в виду какая-то повышенная общительность или экстравертность, или там, да, вот такая вот прямо дружелюбность бесконечная, да, болтливость. Ну что еще какие мы тут бытовые синонимы можем привести? Нет. Когда мы говорим работа с людьми в профессиональном плане, мы имеем в виду способность выстраивать отношения, выстраивать взаимодействие, способность эффективно сотрудничать. Для этого не обязательно быть суперобщительным человеком, правда? Для этого достаточно понимать другого, интерпретировать, да, разумно его действия, встраивать или договариваться, уметь находить какой-то общий язык. Это работа с людьми. И прям если вы сейчас имеете возможность взять ручку-бумажку, возьмите и поставьте себе по десятибалльной системе оценку вот в том месте, где работа с людьми. Сколько у вас? Где десять? Это я прям только с людьми хочу работать, люблю их, не могу легко, могу договориться, повлиять, организовать, там, где-то, да, найти подход. Вот, и где единица или ноль, это то, что я вообще предпочитаю, да, с людьми работать, я люблю работать сам по себе и как можно меньше зависеть от других. Второй, вторая склонность, это, если что-то непонятно, вы мне пишите в чатик, я вам буду пояснять. Вторая склонность, это интеллектуальная деятельность. Интеллектуальная деятельность – это склонность к работе с информацией, к анализу, к работе с источниками, сопоставлению, да, нахождению какой-то идеи общей, например, или созданию идей на основе обработки информации. То есть это вот, когда я что-то узнаю такое интересненькое, я иду и ищу еще, например, информацию, и залипаю там, да, и там читаю разные источники, книги, может быть, что-то пишу. Я люблю, вот когда я делаю доклад, люблю вот этот процесс сбора информации на тему, погружение, изучение. Это интеллектуальная деятельность, ну, исследование, да, самый такой яркий представитель – это ученый этой деятельности. Производственная деятельность – это третья склонность, это реалистичная деятельность, такая быстрый результат, реальный, существующий в реальном мире. Что-то такое, что я делаю руками, да, или что-то, какой-то объект, который в результате моей работы появляется. В реальном мире его можно потрогать, оценить, переделать, да, там, как-то использовать. То есть он такой вот, он начинает существовать. Или улучшается в результате моей работы. Ну, такая быстрая, да, техническая, или какая-то твой, вот что-то, что, чего не было и стало, да, или стало лучше, благодаря мне. Интеллектуальная деятельность чаще всего ведет к абстрактному результату. Что-то такая идея, да, какая-то мысль новая, сюжет, вывод какой-то. Вот потрогать нельзя. А производственная чаще всего к реальному. Эстетическая деятельность – все, что связано с красотой, создание красоты. Это четвертая склонность эстетика. Гармония, красота, образы какие-то, детали, комфорт. Может быть, эмоциональная эстетика, музыкальная эстетика. Вот что-то, что связано с таким вот, с красивым, да, с тем, что прекрасно. Это вот эстетическая деятельность, и есть люди, для которых это существенно, для которых это важно, которые мыслят образами, могут сказать, из каких элементов этот образ состоит. Могут, вот было некрасиво, а они пришли, сделали и стало красиво. Вот такая, да, эстетическая склонность, требовательность и способность влиять на эту эстетику, да, окружающую, окружающую среду. Это тоже такая высокая, хороший ориентир для выбора профессии. Экстремальная деятельность – это деятельность, связанная с высокими эмоциональными и физическими нагрузками. Что-то, что тяжело, в результате чего человек может уставать физически. Такая активная деятельность, требовать, может быть, какое-то соперничество, конкуренция, может быть, риск, адреналин, да, вот что-то требует. Такой, сидеть за компьютером такой человек не может, если у него высокая склонность, ему надо двигаться, ему надо что-то, да, такое делать, что-то делать, да, действовать какой-то он такой, вот ему активности не хватает. Это часто все силовые структуры, МЧС, полиция, пожарные, такие всякие, да, то есть спортсмены, ну, вот деятельность, связанная с высокой активностью. И планово-экономическая деятельность – все, что касается систематизации информации, планирования, вот такого анализа данных, может быть, выстраивания. Это люди, которые любят режим, регламент, систему, планы строить любят. У них так логическая цепочка выстраивается всего происходящего с ними, отношений, событий, данных, информации. Все занимает какое-то свое место, да, вот люди логики, есть такие среди нас с высокой такой, с высокой склонностью раскладывать все по полочкам. Ну, вот такие склонности. Скажите, все ли вам понятно и получилось ли у вас картинку. У каждого из нас будет своя какая-то картинка. У кого-то будет такого, чтобы было вот одно десять, а все по нолям? Не бывает. Обычно, да, вот какой-то такой набор где-то повыше, где-то пониже. Но даже ориентируясь на вот такой простой самоанализ по этим шести пунктам, мы уже можем увидеть, что есть какие-то высокие склонности. Вот у Елены, например, да, явно выделяются. Работа с людьми, планово-экономическая деятельность – это хороший менеджерский набор. Это управленческие такие, да, задачи, когда я могу поработать с людьми, их организовать, повлиять на них. При этом я могу систематизировать совместную деятельность. Кстати говоря, в биотехнологиях менеджеры проекта – прекрасная, да, позиция, которая позволяет применить, с одной стороны, экспертизу, а с другой стороны, вот взять на себя такую организационную, управленческую, лидерскую задачу. Ну вот, да, и уже мы видим, что у нас есть какие-то выпуклости у каждого из нас. Можем на это опираться, на это ориентироваться. Педагогик тоже прекрасная работа с людьми, замечательное выстраивание, между прочим, в онлайн-педагогике, педагогический дизайн, да, все, что связано с такой вот использованием технологий, предполагает систематизацию. Не все педагоги способны на это. Если у вас такая высокая склонность есть, можно занимать эту позицию, да, методолога или педагогического дизайна в определенных направлениях. Хороший план, подходящий, вполне себе склонность. Вот, это что касается, давайте поиграем, вот перекидывайте нас, любовь, вы заслушались, на следующий слайдик. Да, давайте попробуем эколога, вот какая ему склонность нужна, как вы думаете. Напишите мне сюда в чатик. Эколог, специалист, который что, занимается, у него какая такая профессиональная специализация, он вокруг там биологии, природы, да, ему интеллектуальная деятельность, ему нужно много знать, скорее всего, он там химию изучал, да, у него какая-то такая принадлежность есть к этому, к этой области. Интеллектуальная, исследовательская, наверное, систематизация, я здесь соглашусь, да, ему нужно систематизировать, он, скорее всего, будет работать с данными. А вот, например, дизайнер, какая ему склонность нужна, как вам кажется. Дизайнер тоже такой, да, вот они разные бывают, но возьмем, как он сейчас, вот, наверное, эстетика совершенно верна, но сейчас, наверное, все дизайнеры пользуются каким-то, да, таким-то программным обеспечением, поэтому, наверное, ему такая систематизация тоже нужна. Ну, и, скорее всего, если это, например, производственная, соглашусь, если это дизайнер промышленный, если это дизайнер интерьеров, если это дизайнер каких-то предметов, то, конечно, ему нужна, да, производственная абсолютно точно. А тренер, как вам кажется? Организованная, да. А тренеру какая нужна? Экстремальная работа с людьми, совершенно верно. Скорее всего, тренер – это спортсмен бывший, да, или действующий, и ему нужна работа с людьми абсолютно точно, физическая подготовка экстремальная и работа с людьми, потому что, да, невозможно не быть лидером в этой профессии. Пойдем дальше, Любовь, давайте на следующий перекинемся. Я хочу обратить внимание на то, что вот эти склонности и какие-то свои еще особенности. У каждого из нас есть особенности. Кто-то хочет, например, брать на себя ответственность за общий результат и лидерскую такую строить карьеру. Кто-то хочет, наоборот, работать независимо, быть экспертом. Кому-то важно быть в коллективе, кому-то нет. Кто-то хочет в коммерческой компании работать, а кто-то хочет в социальных каких-то организациях работать. Вот такие все нюансы важно учитывать. Я вот рекомендую такое сделать небольшое упражнение, квадрант такое сделать, да, и в верхней части этого квадранта у нас будут с вами склонности и особенности. Это вот то, о чем мы сейчас говорили. Склонность – это то, что хорошо получается, то, что к чему вы, вот какие у вас функции или там типы деятельности ярче проявляются. Чаще всего это связано с тем, что вам легко дается, вас за это хвалят, да, или вы видите, что у вас получается лучше, чем у других. Ну вот кто-то, не знаю, в математике мучается и мучается, а другой решает и вообще не понимает, в чем проблема, да, или наоборот. Вот кто-то отлично справляется с математикой, а чтобы сочинение написать, ему там нужно, да, две ночи потратить. А кто-то пишет сочинение, а как это, цифры складываются, ему непонятно. Это уже совершенно хорошо нам показывает или подсказывает, да, на какие-то особенности личностные и склонности. И качества, да, какие-то, вот я там люблю людей, не люблю, хочу с ними управлять или нет, мне не очень нравится. Какие у меня есть ограничения, может быть, связанные со здоровьем, может быть, связанные там с локацией моей, да, с, ну, еще какие-то, мало ли, этические, может быть, есть какие-то ограничения. Все это подсказывает нам и помогает сформулировать нашу профессиональную роль, да. Ну, моя профессиональная роль, что-то изучать в чем-то, что-то, моя профессиональная роль, например, изучать что-то, интеллектуальная деятельность мне подходит. Я люблю что-то изучать, мне нравится погружаться в предмет моего интереса и передавать это людям, да, и рассказывать дальше. Мне нравится рассказывать и помогать людям, например, выбирать свою профессию, да, или подсказывать, исследовать вместе с ними их качества, исследовать там современные какие-то подходы к выбору профессии. Кроме того, да, я люблю вот изучать просто профессии, какие появляются, какие бывают на рынке. Вот такой у нас получается моя профессиональная роль, да, вот преподаватель, да, или лектор, как это еще можно сказать, или консультант. Вот попробуйте подумать, как ваши склонности и особенности подсказывают вам, какова ваша профессиональная роль. И обязательно советуйтесь со своими близкими, спрашивайте их, как ты думаешь, что, в чем я хорош. Вы удивитесь, насколько их ответы будут для вас часто неожиданными. Меня смысливайте, это анализируйте, обращайте на это внимание, да, какие, как ты кажешь, как тебе кажется, какие у меня есть сильные качества, что меня отличают. А слабости, как ты думаешь, какие недостатки родителей, близких, друзей спросить, очень важно, и прям себе записывать. Эта карта превратится в какую-то профессиональную роль, вам станет понятно в какой-то момент, что вам подходит. А вот следующий этап – это интересы, цели и мотивы. Интересы, цели – это вопрос, все-таки, который относится к тому, где, в какой области. Это наш следующий этап нашего разговора. Любовь, я здесь вам передаю слово, пока на пауде. Да. А что касается сфер, где, да, можно реализовать себя, где можно учиться, они все начнут с образования. Поэтому у нас будет сейчас такой небольшой блок про учебу. И потом мы уже более подробно обсудим, как выбрать свою сферу деятельности. Естественно, связанную с ней – это сфера учебы. Как вы считаете, вообще для кого подходит зарубежное образование, кто его для себя выбирает, в чем, то есть, смысл? Какие вы для себя видите в этом случае перспективы и плюсы? Напишите, пожалуйста, в чат. Вообще, что касается зарубежного образования, почему вот, да, люди стремятся уехать, и вы выбрали для себя какую-то другую специальность? Почему они выбирают? Кто-то смотрит престиж, кто-то ищет для себя, да, как правильно пишет Анастасия, диплом, который котируется в большинстве стран, потому что, вероятно, хочет в других странах себя реализоваться, может быть, когда-то куда-то уехать, работать в международных компаниях. Также Елена пишет, да, развивать международные отношения, все правильно. У нас мир не стоит на месте, у нас страны взаимодействуют, сотрудничают друг с другом, и, конечно, нужны специалисты, которые будут вот находиться на грани двух стран. Например, если вы учитесь в Китае, вы пришли обучение, вам интересно вообще, да, китайское направление, вы сможете работать в китайских компаниях, в русско-китайских компаниях, в английско-китайских компаниях, и их будет огромное множество, потому что Китай тоже развивается. Кто-то пишет, потому что качество нашего обучения низко стало в последнее время, кто-то для себя видит и такой вариант, что в зарубежном образовании найдет для себя более высокое качество. А почему вы думаете Китай? Конкретно, вот если говорить о Сен, мы работаем с Китаем, мы отправим вас учиться именно в эту страну. Почему бы вы для себя рассмотрели Китай, или, как вы считаете, почему другие выбирают для себя обучение в Китае? Тоже напишите, пожалуйста, в чат. Полина пишет, передовая страна. Все верно, Китай у нас идет семимильными шагами в любых разработках, начиная даже элементарно от сотовых телефонов, заканчивая медициной фармацевтикой. Европа похожа на нас. Да, мы ближе к Европе, Китай для нас совершенно другой, новый, интересный, неизведанный мир. Рейтинговый университет. Все верно. Китай постоянно растет в рейтинге, и, конечно же, там можно выбрать для себя вуз по своему вкусу и, конечно же, по своим потребностям. Поговорим немножечко именно по, да, самая древняя культура в плане для тех, кому интересно изучать что-то новое в эстетическом плане. Китай даст огромный информационный вот такой вот блок, что у них есть, как у них все было, как 3000 лет развивалось их государство. Это невероятно интересно даже просто изучать для себя, для саморазвития. Говоря вообще о китайском образовании, почему его для себя стоит рассмотреть, нужно обратить внимание для того, что вы хотите получить, что вам может дать Китай китайские вузы. Конечно, в первую очередь, как здесь уже писал Богдан в чате, это рейтинговое образование, это качественное образование, это рейтинговые университеты. Китай не стоит на месте, поскольку он вкладывается в свою систему образования, вкладывается в своих студентов, разработки. Университеты каждый год они все выше и выше поднимаются в позиции международного рейтинга вузов. Вы наверняка о нем слышали, есть такой рейтинг, он обновляется каждый год и, конечно же, показывает, из какой страны большинство вузов вошли в топ-500, в топ-200 и так далее. Китай сейчас находится на третьем месте. Соответственно, каждый год его количество вузов увеличивается, увеличивается. Может быть, через 5 лет мы увидим, что Китай там будет на втором месте, например. Это вполне реально, потому что Китай понимает, если дать человеку достойное образование, он достойно вложится в развитие страны, например. Это же очевидный факт. Вложиться в образование, получить хорошую профессию, достойно работать и, соответственно, поднимать, допустим, экономику или другие какие-то сферы. Поэтому первое, что вам даст Китай в этом плане, это качественное образование. Они за этим достаточно строго следят. Вузы поддерживаются правительством. Огромное количество, несметное количество средств вкладывается в развитие университетов. Поэтому у вас будет не только, допустим, новый интересный кампус или комфортная лаборатория, где вы находитесь. Это будет всегда самая современная технология. Если вы учитесь биоинженерии, это всегда только современные лаборатории. И вы работаете с тем, что актуально на данный момент. То есть вы, допустим, не проходите какие-то лабораторные работы, которые были 30 лет назад актуальны, и сейчас они делаются для галочки. Нет. Вот то, что сейчас нужно будет правительству, на то он и будет взращивать своих специалистов. Китай – страна инноваций. Даже если вы не думаете, что будете заниматься развитием искусственного интеллекта или генома, вы можете пользоваться всеми этими благами, что дает данная страна. А кто-то, наоборот, хочет реализоваться в робототехнике. Кто-то, может, хочет пойти в космическую инженерию или заниматься машиностроением. Пожалуйста, в этом все есть. Даже вспоминая просто, насколько Китай – страна инноваций, стоит узнать, что у нас еще, допустим, пока нет таких поездов в стране. У нас самый быстрый там считается Сапсан, допустим, между Москвой и Питером. А в Китае есть высокоскоростные поезда, и за пару часов можно добраться, допустим, от Пекина до Шанхая. А на обычном поезде это было бы порядка полутора суток. То есть там уже все вот это все самое современное, что можно видеть в фантастических фильмах. И оттуда идет робототехника, оттуда идут все новые телефоны, все разработки, все мобильные устройства. Поэтому в этом плане Китай даст возможность и учиться в этом направлении, работать в этом направлении, или пользоваться этими благами. Все к нам сейчас приходит из Китая. Сканер лица для входа в ВУЗ, да, все правильно, такое тоже сейчас есть. И, как вы знаете, допустим, даже мобильные устройства, да, очень быстро развиваются в телефоны. У ваших родителей, допустим, еще 15 лет назад не было телефона, который мог вас узнавать по сканеру лица или по отпечатку пальца. А сейчас это доступно всем. Еще это безопасная страна. Это часто вопрос бывает также у родителей. Как отправить своего ребенка учиться в другую страну? Как же вы там будете жить? По рейтингу Китай, например, куда безопаснее в России. И если будет вам интересно открыть этот рейтинг, обязательно посмотрите, какие страны расположились между Китаем и Россией. Это будет очень интересный сравнительный анализ для вас. И, конечно, в плане безопасности это комфортная среда для обучения. Когда вы живете на кампусе ВУЗа, вы обеспечены, защищены от внешнего мира, у вас там все необходимо есть, вы можете сосредоточиться на учебе. Это банальная пирамида масло о потребностях. Когда вы защищены физически, вы уже можете заниматься более высокодуховным, эстетическим образованием и так далее, развитием. И, конечно, возможности, за которые многие идут в эту страну, как правильно писали в чате, международный диплом, карьера для тех, кто хочет построить не только, допустим, работать по профессии, а построить себе успешную карьеру для различных целей. Много ли зарабатывать или просто реализоваться как крутой специалист в какой-то сфере. Ну и, конечно, один из приятных бонусов, который дает Китай, у них университеты не находятся как отдельными кампусами. Это отдельный большой кампус, где есть ВУЗ, есть столовые, есть, пожалуйста, здесь можно заниматься спортом, здесь у вас общежитие, здесь у вас магазины. Все в одном месте, и это только студенческий городок. Это очень здоровская вещь, вы растете в своей среде, вам комфортно, захотели, вышли в город. А так у вас есть все на кампусе, все под боком, то есть все сделано для того, чтобы вы могли учиться, поделять это время учебе. И, конечно, сейчас мы перейдем к очень такой интересной сфере, да, то есть мы поняли, зачем нужно вообще учиться в Китае, какие-то плюсы даст до вас. Теперь важно понять, в какие же вы хотите пойти в отрасли, в какую сферу обучаться, а потом как раз разберем, что из них вам может предложить Китай. Я снова передаю слово своей коллеге Наталье. Наталья, расскажите нам про отрасли сферы, как их выбрать, как что-то выбрать для себя. Спасибо. Да, вообще-то сложный вопрос, но простых сегодня у нас и нет. Значит, смотрите, я прежде чем перейду к разговору об отраслях, хотел бы ответить на вопрос, который у нас там возник, про что, про, про, а, я уже, а, вот патологоанатомов. Значит, почему я хочу ответить на этот вопрос? Вообще-то он нередкий, я хочу вам сказать, значит, но на нем можно хорошо показать вот что. Фокус, о котором мы с вами в самом начале говорили, на что направлен ваш интерес профессиональный. Профессиональный интерес направлен вовне, на пользу для другого. Такой интерес, который больше относится к обе, он отправлен на себя, на пользу для меня. Так вот, люди, которые выбирают медицинскую деятельность, это люди, которые хотят принести пользу другим, хотят им помочь, хотят решить их проблему, в чем-то разобраться. Может быть, найти какое-то лекарство, да, или понять, как решить, лечить какое-то заболевание и так далее. И все-таки даже патологоанатом – это, в первую очередь, врач. Это человек, который много лет учится для того, чтобы работать в сфере здравоохранения, в сфере лечения людей или предупреждения их заболеваний. И если вас интересует именно эта специфическая профессия, потому что вам просто интересно, как человек устроен, надо немножечко вот так критически оценить свой интерес и подумать, насколько это просто потому, что вам хочется, интересно это такое вот хобби, или потому что это все-таки ваша такая цель, ваша принести пользу. Почему это важно? Потому что это довольно истощающее, требующее длительного обучения, погружения, профессия. Интерес может закончиться, да, профессиональная деятельность кажется просто неудовлетворяющей, неинтересной, не приносящей вам ваших, не позволяющей вам достичь ваших профессиональных целей. Вот, это такой вот пример, на котором такое часто бывает, когда я хочу стать патологоанатомом, когда я хочу стать актером, когда я хочу стать, там, не знаю, художником, давайте спрашивать, почему себя в первую очередь я хочу это делать, если я это хочу делать, потому что мне интересно и в кайф, или психологам, например, тоже довольно часто, мне вообще интересно разобраться для себя, для своей жизни. Здорово, значит, можно делать это в свободное от работы время, да, во всякой популярной психологической литературе, помогая себе справляться с какими-то жизненными задачами, но не впрягаясь в работу, которая не принесет мне радости и успеха, потому что вообще-то я никому помогать не хочу, и чужие проблемы меня не интересуют, да, вот в таком случае не надо знать психологию. Это вот такое краткое отступление, лирическое. Все эти нюансы важны и существенны, потому что дело выбора профессии или профессионального направления, оно такое непростое, нет простого ответа. Если бы он был, мы бы много лет не учились на эту тему и так много людей бы не сталкивались с этой проблемой. Но, к сожалению, простого ответа нет, и вот все нюансы, такие элементы выбора существенны, имеют значение в каком-то случае больше, в каком-то меньше, обращаю ваше внимание на них. Так вот, следующий этап, мы разобрались, что мне подходит, да, в чем, какие у меня склонности, зачем мне вообще это все нужно, что я хочу делать, и следующий, что мне будет легко даваться, что у меня будет хорошо получаться. И следующий вопрос, где, в какой области я буду это делать. Идеально, если мы находим ответ на оба вопроса, да, и тогда у нас такое получается пересечение, совпадение, прекрасно. Ну, к примеру, я хочу работать с людьми, помогать им, интересует меня область медицины, и тогда эта профессия называется врач, да, нам на пересечении легко найти эту профессию. А если я хочу работать с людьми, помогать им, ну, в области, например, образования, эта профессия называется учитель, да, вроде бы склонности и задачи одинаковые, а от отраслевой специфики кардинально меняется профессия. Вот этот вопрос про область отрасли мы сейчас обсудим. Значит, их можно по-разному группировать, и достаточно много есть вариантов, как их можно сгруппировать или разделить. Ну, вот я собрала их в такие блоки небольшие, и по моему опыту я не встречала человека, который может посмотреть и на этот набор, да, и не сказать, что ему интересно больше, а что ему интересно меньше. Вот есть люди, которые прям сразу выхватывают из этих кусочков, из этих блоков ту область или ту отрасль, которая им интереснее, которая им симпатична. Есть те, кому интересно несколько, ну, как минимум, есть те, кто скажет, что точно нет, вот что никогда и ни за что я не буду работать в медицине и там в туризме, например, да, а все остальное, ну, я подумаю. Ну, в общем, вот так посмотреть прикидочно, пристрелочно можно в эту сторону. Есть тоже разные варианты тестов на эту тему и разные варианты отсева неподходящих отраслей. Ну, для начала вот такой поверхностный, просто подумать об этом, это важно. Посерединке такой блок кроссотраслевые профессии. Это когда вот мне вроде бы все профессии одинаково симпатичны или нет какого-то приоритета. Вот, или профессиональные направления, отрасли. В таком случае, по секрету скажу, есть профессии, которые есть во всех областях, во всех отраслях. И благодаря этому нам не нужно выбирать какую-то одну специфическую, например. Мы про них поговорим отдельно еще сегодня. Ну, вот они здесь тоже представлены на этом слайдике, перечислены. Пройдемся. Если вам как про какую-то конкретно отрасль или область деятельности интересно подробнее узнать, напишите мне в чатике, я про нее расскажу подробнее. А сейчас мы так пробежимся по тому, какие вообще бывают и что-то происходит. Пойдем дальше. Любой. Значит, есть такие традиционно высокодоходные отрасли области деятельности. Что значит высокодоходные? Значит, что там, скажем так, оплата труда традиционно выше, чем в других областях. Это области энергетики, это финансовые институты, банки. И чат в окно, да, закрывает вам. Да, жалко. Действительно, не подумали мы об этом. А чат в окно, где у вас расположено было, давайте я вам их зачитаю, эти отрасли и области. Давайте я вам так зачитаю, чтобы у вас было, чтобы вы все, все точно охватили. Значит, там были следующие. Слух вам читаю, начиная с левого угла. Медицина и здоровье, безопасность и защита, природа и среда обитания, образование и развитие, развлечения, информационные технологии, искусство, культура, медиа, финансовые структуры рынки, юридические структуры рынки, государственное и муниципальное управление, урбанистика, среда поживания, туризм, гостиничный, ресторанный бизнес, производство и промышленность и посерединке кросс-отраслевые профессии. Вот, значит, идем дальше. Дальше у нас с вами высокодоходная энергетика, финансовые институты – это банки, фонды, биржи. Телекоммуникации – это операторы связи, у нас их не так уж и много. FMCJ – это компании, которые производят, скажем, товары народного потребления, производство этих товаров, соответственно. Одежда, еда, какие-то бытовые, да, такие вот, не знаю, зубная паста, вот такие вещи. Фармацевтика – все, что касается создания лекарств. Это традиционно высокодоходные, да. И есть традиционно, не скажем так, не профессии, которые традиционно считаются такими высокооплачиваемыми. Это инженеры энергетики – это, кстати, профессия, которая во всем мире самая высокооплачиваемая считается. Инженеры связи и коммуникации востребованы. Фармакологи, биотехнологи – те, кто создают лекарства или новые средства лечения. Мехатроники, робототехники – те, кто создают интернет вещей, да, системы работы с современными технологиями. Технологи производства не перестают быть востребованными. Химики, биохимики – все люди, которые, да, принимают участие и в фармацевтическом производстве, и в производстве пищевом, и в промышленности, много где. Ну и дальше у нас будут… Пойдем дальше. Дальше у нас будут быстрорастущие отрасли. Это все, что касается информационной технологии и сферы развлечений. Это все, что касается агропромышленности, производства, выращивания еды, биотехнологии фарма, хоть и высокодоходные, но еще и быстрорастущие. Робототехника и FMCG – то же самое. Диджитал-сервисы и торговля, особенно электронная торговля. И профессии у нас здесь почему-то повторяются. В большинстве случаев это специалисты на стыке информационных технологий и отраслевых знаний. То есть специалисты, например, дизайнеры развлечений, гейм-дизайнеры. В агропромышленности есть уже даже агроинформатики, биотехнологи, биоинформатики, биофармакологи, робототехники, мехатроники, разумеется, все люди, которые создают вот этих бытовых промышленных роботов, беспилотники и так далее. То есть вот все, что связано с информационными технологиями, в особенности аналитики, математики, люди, которые создают нейросети, искусственный интеллект, работают в этих областях, разработчики и дизайнеры особенно. Про образование и развитие расскажу чуть-чуть попозже. Так, идем дальше, Любовь. Наукоемкие направления. Отдельно выделяю их. Они интересны тем, что они позволяют зайти в передовую область, сделать блестящую совершенно карьеру на основе любви к конкретной науке, на основе знания конкретной науки. Сейчас наукоемкие области основываются на четырех основных науках. Это математика, биология, химия, физика. Вот четыре науки, которые применяются в наукоемких областях. Что значит наукоемкие области? Значит, что научные открытия совмещаются там с информационными технологиями, ведут к каким-то новым инновационным решениям. И это востребовано в производствах, в промышленности. Что значит востребовано? Значит, в промышленности производства покупают эти решения, готовы вкладывать туда деньги, компании растут, развиваются, инвестируют в науку, в новые производства. И там происходят какие-то изменения, рост, привлечение новых мозгов, новых людей, обучение. В общем, там какая-то движуха активная происходит. И это здорово, потому что есть возможность оказаться на пике технологии. Благодаря знаниям в определенной науке, производству лекарств, агропромышленность, машиностроение, телеком, продукты, питание. Естественно, все, что касается информационных технологий, добыча, переработка и создания новых видов энергии и биотехнологий. Вообще, я хочу сказать, что по последним данным моих исследований самые востребованные люди со знанием науки на укоемных областях – это биохимики. Люди на стыке наук, биологии и химии. Вот такой сейчас набор. Про образование и развитие расскажу. Когда будем обсуждать гуманитарных специалистов, передаю любовь вам слов. Немножечко разберем по одному примеру по каждому вот этому направлению специальности, профессии. На самом деле, все это достаточно долго предстоит изучать в том плане, что вам интересно. И, конечно, с нашим специалистом-экспертом мы всегда индивидуально подберем вам подходящие вузы для этих направлений. Ну, например, традиционно высокодоходная вот такая вот специальность, которую многие знают, интересуют, очень известна на слуху – это нефтехимическая инженерия. Все, что связано с нефтью и все сопутствующие специальности. Инженер-геодезист, главный инженер. И все-все-все, что входит в нефтянику. Ну, общий так называется нефтянка. Например, у нас такую специальность можно получить в университете China University of Petroleum. Это китайский нефтяной университет. Он номер один в Китае в нефтяной отрасли. В него вкладываются огромные деньги в плане развития, потому что, как правило, его выпускники поступают на работу именно в нефтяные ведущие компании. Допустим, как Sinopec, Ham China. Все это, соответственно, можно будет там найти. И, конечно же, это возможности стажировки. То есть обучение в этом вузе, оно, в принципе, уже дает, да, такой хороший диплом. И самое главное – научную базу. То есть мы не забываем, что Китай – это не только про диплом, который даст возможность трудоустройства. Это хорошая научная и техническая база для вашей дальнейшей успешной работы. И, конечно же, Китай у нас по нефтепотреблению – это вторая страна в мире, поэтому они это направление активно развивают. Они должны с этим работать, они должны считывать все возможности спроса, рынок, предложения, риски и так далее. Так что для тех, кто рассматривает для себя такое направление, кому интересна химия, кому интересна высокодоходная, в частности, отрасль, обратите внимание в том числе на нефтехимическую инженерию. А для тех, кому интересно, что такое, допустим, научное, или сейчас то, что активно развивается, во что вкладывается также большое количество средств, в частности, и в Китае, например, биоинженерия. Ученые, которые будут заниматься различными разработками в любой сопутствующей областях, включая и фармацевтические, допустим, да, и в создании приборов оборудования, в том числе для медицины, в каких-то исследованиях, в исследованиях генома, все, что входит именно в биоспециализацию инженерную. На примере разберем Шанхайского транспортного университета. Он вообще третий в мире по рейтингу узкому по биомедицинской инженерии. Здесь вкладываются большие деньги в бюджет исследовательского фонда, и, в общем-то, они постоянно выпускают какие-то патенты, выигрывают ежегодно. И в этом плане Китай сейчас, как мы можем видеть, второй по величине в мире фармацевтический рынок по разработке лекарств, по продаже реализации лекарств, и не только лекарства, но и различные приборы. Чем мы будем спонсировать? Больницы, да, что туда нужно будет входить? Все возможные новые изобретения по улучшению жизни человека, по улучшению качества жизни и вообще в целом по разработке всех возможных средств. Поэтому кому интересно биохимическое направление, кому интересно заниматься наукой, разработками, у кого к этому лежит душа, посмотрите про эту специальность. В эту отрасль сейчас действительно вкладываются большие деньги во всех странах, но Китай в этом плане тоже дает большую базу, и самое главное, современная лаборатория для вашего обучения. Третий вариант мы рассмотрим на примере наукоемких таких направлений – телекоммуникации. Зачастую бывает непонятно, что это. Если это не бывает на слуху, это не объясняется где-то в школе или через друзей. Но, если говоря кратко, телекоммуникации – то, что вас будет соединять одних людей с другими. Например, мобильный интернет, мобильная технология, все, что с этим связано. Сейчас все пользуются телефонами, не представляют без них жизни. И эта сфера развивается огромными шагами. Китай, например, в частности, большинство продаж у них проходит в телефоне. То есть они уже все переходят на то, что используется непосредственно здесь у себя, держа в руках, не только через компьютер. Это умные смартфоны, это умные часы. Также сюда входит искусственный интеллект. И на примере, допустим, нашего университета Сетенского, который находится в городе Сиане, он номер четыре в мире по телекоммуникационной инженерии. В нем 54 лаборатории совместно с такими известными компаниями, как, допустим, Microsoft, IBM, Intel и так далее. Вы эти все названия знаете. У вас, вероятно, дома компьютеры с процессами Intel. То есть это также развитие в этих технологиях. И, конечно, нам и здесь, даже в нашей стране, нужны специалисты, кто будет создавать эти технологии, кто будет этим руководить. Мир не стоит на месте, и поэтому всегда будет зарабатываться что-то новое. Такие специалисты будут нужны. Поэтому для тех, кому интересна именно данная сфера телекоммуникации, могут рассмотреть на примере, допустим, нашего университета. Что касается вообще других специальностей по данным сферам, информации очень много. Мы здесь просто не можем физически осветить в вебинаре. Поэтому все, у кого есть интересы, по какой-то сфере что-то больше узнать. В каких вузах у нас есть те или иные специальности, какие они по рейтингам, что вам этот университет получает. Обращайтесь к нам. В конце мы еще раз продублируем наши контакты. Обязательно ставьте заявки. И мы с каждым индивидуально сможем разобрать, что для вас стоит рассмотреть. И вы уже сможете в направлении этих вузов думать, в направлении этих специальностей прорабатывать, насколько это вам подходит, к чему вы будете учиться, кем вы будете в дальнейшем работать. И, конечно, возвращаемся к следующим сферам. Далее продолжит. Виталия. Спасибо. Спасибо, Любовь. А дальше у нас что? Информационная технология. Про них даже и говорить. В общем, нечего. Это самая передовая, наверное, самая перспективная, очень востребованная во всех странах. А еще то самое важное, наверное, ну, может быть, не самое важное, но очень важно, что специалисты в информационных технологиях обладают таким универсальным языком. У них нет границ. Они могут работать в любой стране, они везде востребованы. И они работают с технологиями, которые, ну, в общем, глобальные, да, имеют такой масштаб и не привязаны к конкретным локациям. Среди... у нас есть информационные технологии. Бывают, когда мы говорим, да, про работу в информационных технологиях, мы имеем в виду два типа специалистов. Первый – специалисты, которые непосредственно создают информационные технологии. Разработчики, да, люди, которые вовлечены в создание продукта информационного. Здесь у нас есть несколько видов программистов. Программисты бэкэнд, которые пишут механику, скажем так, двигатель, да, этой программы. Программисты фронтэнд, которые создают визуальную часть программы, визуальным программированием занимаются вот всеми продуктами, которыми мы с вами пользуемся, которые мы видим на экране, да, вот эту вот визуальную часть и возможность интерактивности, там, кнопочки, да, и все, что мы можем использовать, это, конечно, работа фронтэнд-программистов и мобильных разработчиков. Это программисты-аналитики, люди, которые работают с данными, работают с языками обработки данных, которые создают нейросети, специалисты по искусственному интеллекту на основе математики, да, это специалисты по такой аналитике, скажем, данных. Вот этот набор, скажем так, специалистов создает большинство, да, информационных технологий или продуктов информационных технологий. Они работают в области информационной безопасности, создают системы безопасности, они работают в области создания развлекательных продуктов, да, специальные такие специфические программисты создают игры, это такие больше фулл-стак разработчики, да, которые делают и движок, и визуальную часть. Они создают мультимедиа, скажем так, продукты, да, продукты, которыми мы пользуемся, социальные сети, информационные сервисы и так далее. То есть вот специалисты, которые работают в информационных технологиях, внутри продукта, тестируют ее, его администрируют, да, создают визуальную составляющую, дизайнеры, аниматоры, то есть все вот эти люди, которые создают онлайн-информационный продукт. А вот есть еще такой вид специалистов, которые вроде бы не работают непосредственно в создании информационных продуктов, но используют очень активные информационные технологии. Мы не можем их напрямую назвать информационными, да, такими программистами, что называется, разработчиками, но тем не менее они очень активно используют информационные технологии И не знать их не имеют просто права. Это большинство специалистов в области маркетинга и продаж, бизнес-аналитики, финансисты, биотехнологи, лингвисты, беспилотники, инженеры, инженеры беспилотников, робототехники. То есть это не совсем разработчики, а люди, которые вплотную используют информационные технологии. В большинстве случаев мне уже теперь очень сложно придумать профессию. Иногда бывают такие запросы у ребят, но действительно очень сложно придумать профессию, в которой информационные технологии совсем не востребованы, в которой можно избежать использования технологий. Поэтому, скорее всего, знать и уметь, и пользоваться им мы должны все, но есть люди, которые прям глубоко в них погружены, это специалисты информационных технологий. Так, думаю, что можно выучиться и на них. Все верно. Как правильно объяснила Наталья, у нас есть одни, кто работает непосредственно в IT, кто создает для нас все возможные информационные продукты, и вторые, кто их будет реализовывать. Поэтому, вне зависимости от того, какое, допустим, вам нравится направление, в эту сферу можно прийти и нужно прийти. Но часто бывает, что об этом не знают именно о втором, что можно работать с IT. При этом вы не пишете сами код, но вы работаете с этими программами, с этими продуктами. На примере нашего Харбинского института технологий, Харбинский политех, он также называется, у него достаточно высокий рейтинг в мире по IT-направлению, и это неудивительно, потому что они вкладывают туда, опять же, большие деньги. И при этом люди, у нас часто бывают ребята, кто заинтересован именно в IT. И, как правило, они хотят, естественно, в будущем писать какие-то мощные программы, допустим, для медицинского какого-то научного центра, для робототехники, хоть для космической промышленности. Харбинский институт даст возможность все это делать и все современные исследовательские лаборатории. Если вообще говорить про IT-специальность как таковую, вариантов работы в ней есть большое количество. Вы можете видеть на слайде, что можно работать не только, допустим, разработчиком или написателем программы, но вы можете быть руководителем стартапа. Нужен человек, кто будет создавать этот цифровой проект, а ваши IT-шники будут его писать, например. Или кто будет анализировать даты. Big Data Science Engineer – это сейчас очень популярная специальность. Кто будет заниматься анализом, кто будет составлять новый план создания программы, потому что это все работает в комплекте вместе. И ваши IT-программисты, и те, кто все это будет реализовывать. Big Data – советуем рассмотреть, допустим, такую специальность. Она непосредственно связана с экономикой и с IT-направлением на стыке этих программ. Для тех, кому интересны и само экономическое направление, и работа в IT. Специальность сейчас очень востребованная, активно спонсируется. Специалистов по ней пока мало, потому что она относительно молодая. Поэтому в этом плане специалисты по этой программе смогут и разрабатывать эти продукты непосредственно, то есть не обязательно писать их сами, но составлять планы, с чего они должны составлять, и потом в дальнейшем реализовывать. Сфера такая очень современная, кому интересно, советую более подробно про нее читать. Часто про нее бывает просто не знаем, поэтому не выбираем. И, конечно, если будут отдельные запросы по IT, обязательно оставляйте заявку, пишите более подробно, здесь все разберем. Посмотрим теперь в следующую сферу. Передаю снова слово Наталье. Это вот наше интересное гуманитарное направление. Гуманитарное направление. Часто довольно слышу вот эту жалобу от ребят, что вроде как теперь все технологи, информационные математики, никому вот гуманитарии мы не нужны. Ну, конечно, это не так, и даже наоборот, вот из последних прогнозов футурологов мы узнаем, что до какого-то уровня технологии разовьются, и даже какая-то часть программистов, да, и специалистов области технологии, так много их уже окажется не нужно. А вот замену технологичную работе с людьми, там, где человек-человек, там, где есть какие-то социальные задачи, там, где есть задачи, связанные с образованием, обучением, развитием человека, защитой его, вот они пока роботами не решаются. К счастью или к сожалению, я не знаю, но это оставляет, конечно, достаточно большое пространство для развития гуманитария. В первую очередь это образование и развитие. Был такой вопрос, и на этом я остановлюсь чуть-чуть подробнее. Вы видите уже, тут даже не надо, да, ничего доказывать, как сильно меняется сфера образования, и как она, как вот эти вызовы, да, что называется, современности вынуждают ее, провоцируют форсировать эти изменения. И, в общем, это происходит то, что должно было происходить просто в более медленном, скажем так, темпе в течение следующих нескольких лет. И вот оно происходит сейчас очень быстро. Что мы видим? Что современные текущие специалисты, текущие принципы работы в области образования, методологии не особенно справляются с задачей, да, вот с этими вызовами. Получается, что нужны новые специалисты, которые могут адаптировать новые технологии, темпы, запросы на образование с образовательными траекториями. Что происходит? Происходит персонализация. Из-за того, что так много возможностей, мы можем сделать индивидуально траекторию подобрать для каждого человека, так как ему удобно воспринимать информацию, так как ему удобно учиться, где ему удобно учиться, у кого, да. Технологии позволяют нам сделать это более таким индивидуализированным, индивидуализированным, кастомизированным, что называется, это образование. С одной стороны. А с другой стороны, глобальные возможности. Мы можем учиться не только, да, здесь, но сидя в своем офисе, да, мы можем слушать курсы или учиться у лучших педагогов в других странах. Такие универсальные возможности. И вот этот фокус на том, что, оказывается, можно технологии, новые средства обучения использовать для того, чтобы человек учился лучше, да, вспомните сами в школе. Ведь школа некоторый стандартный набор методик предполагает, да, в образовательном процессе. И не всем детям они подходят. А, получается, мультимедийные технологии позволяют каждого ребенка вовлечь именно таким способом, как ему больше нравится. В общем, проектирование, это называется, Елена, образование, методология. А если мы говорим про онлайн-технологии, то это называется педагогический дизайн, да, где мы методически составляем вот этот процесс передачи знаний или обучения ребенка или взрослого к какой-то науке, но с использованием разных средств педагогических. Не только человек, да, у доски, но еще и разных других способов передачи информации, может быть, иногда более эффективных, но уж точно иногда более увлекательных. Вот. И, конечно, развитие человека. Физическое, эмоциональное, социальное, психологическое, способность учиться, способность справляться с вызовами, со сложностями, преодолевать какие-то проблемы, развиваться. Да, это все такие задачи, которые вы видите на повестке, они нас окружают и никуда не денутся. Поэтому специалисты, которые умеют работать, психологи, педагоги, методологи, коучи, тренеры, да, это люди, которые будут востребованы в гуманитарном направлении, очень активно. Все, что касается социальных сервисов, социальной службы, социального взаимодействия, инициатив социальных, взаимодействия социальных групп и государства, тоже целое направление отдельное, краудфандинговые платформы, да, и вот это вот все, то, что сейчас начинается, посмотрите, как не только теперь, да, сверху вниз идут и решения социальных проблем, но и снизу вверх уже, благодаря, опять же, социальным сетям, благодаря возможности объединяться в группы, мы можем решать свои проблемы сами. И вот такие менеджеры социальных, да, вопросов и социальных систем, это тоже такие профессии будущего и направления будущего, которое в гуманитарной сфере явно будет развиваться. Урбанистика, среда обитания, города становятся сложнее, города становятся более удобными, опять это история, да, про глобализацию и кастомизацию, это тоже такой анализ социальных потребностей, задач, это все, что касается улучшения жизни города тоже. Социальные сети, информация, журналистика, медиа, это все про гуманитарные направления, все трансформируется, старые формы отживают, но на их место приходят новые, и там тоже есть, мы все еще с вами читаем, мы все еще заинтересованы в сюжетах, это то, что создают специалисты в области гуманитарных наук. Сотрудничество, международная коммуникация, межкультурная коммуникация, юриспруденция, устойчивое развитие, вопросы такого социальной ответственности бизнеса и государства, что касается устойчивого развития, экологическая осознательность, это бизнес, это все, что касается гуманитарных направлений в том числе. Так что, да, за гуманитарное будущее, я продолжаю на этом настаивать. Что нам предлагает обучение в Китае? Вообще по гуманитарным направлениям у нас большое количество специальностей, тут можно сказать, что можно найти все на свой вкус, что вам чем нравится заниматься, в каком направлении вы хотите работать, начиная с лингвистики, заканчивая, пожалуйста, и журналистикой, и правом. Я проведу пример именно на международном праве, как вариант профессии, который будет востребоваться на стыке, допустим, двух государств, например, Россия и Китай, или Китай и другие страны, или Россия и другие страны. То, что это очень важно. Зачастую мы думаем, что право ограничивается только нашей страной, и ты, юрист, только усядясь в стране, решаешь какие-то судебные процессы, но это на самом деле не так. Любой устав любой компании, взаимодействие компании с ее клиентами, взаимодействие компании с другой компанией, требует грамотного специалиста, который будет разбираться в праве. А если это международная компания, в которой хочется работать, и вы чувствуете, что право это ваше, например, это международный юрист, консультант, или так называемый в народе юрист-международник. Вы стоите на стыке двух стран, вам нужно понимать право двух стран, международное право, как это работает, полностью разбираться, во всех правовых вопросах определенной сферы, где работает эта компания, например, бизнес-сфера, или она работает по медицинскому направлению, то есть нужно понимать, как право в медицине работает. И, конечно, эти профессии очень востребованы. То есть без гуманитариев, без людей гуманитарной сферы ничего функционировать не будет. Можем привести пример, где у нас можно изучать право. Допустим, наш Шанхайский университет политики и право, который входит тоже в консорцию МСИЦЕН. Он номер четыре в Китае по праву. Вообще ВУЗ на самом деле именно профильный в гуманитарных науках на политику, на право и на бизнес в том числе. Все у них есть современное и вплоть до таких интересных вещей, что у них сформулирована особая аудитория по модели ООН-заседаний. То есть в том числе и там проходит практика у студентов. То есть вы можете почувствовать себя в любой ситуации уже в процессе обучения. И, конечно, тренинги у них там будут и практические занятия. Представьте, что вы работаете в какой-то компании, и вот у вас такой вот кейс, вот такая вот ситуация, и нужно разработать. То есть все на самом современном. И это одна из таких гуманитарных специальностей, которые мы можем порекомендовать рассмотреть у нас. Но есть и другие направления. Образование, лингвистика, все это будет востребовано. Главное грамотно понять именно где. Мы это, опять же, объясним, поэтому обращайтесь. Специальностей очень-очень много гуманитарных. И не нужно думать, что, допустим, кто-то кого-то лучше или хуже, гуманитарий или технический. Нужны все на самом деле. Это просто самая большая ложь, скажем так, современного мира, что кто-то не востребован. Востребованы все. Люди работают с людьми, люди работают с машинами, которые делают для людей. Поэтому нужны все направления непосредственно. Продолжим еще по такому интересному направлению для души, эстетическому, скажем. Наталья? Что вы, Любовь, пытаетесь помирить вечный спор физиков и лириков? Это невозможно. Так гораздо интереснее. В такой, в конкуренции. Значит, творческое направление недалеко от гуманитарного, на самом деле. Но, конечно, предполагает творческие способности и творческие навыки, в первую очередь. Что касается... То же самое, та же самая история. Роботы не вытеснят. Никакие программы творческих людей не заменят. Креативность, способность придумать, способность сделать красиво, способность повлиять на визуальную или эстетическую составляющую, конечно, это пока что прерогатива человека. Поэтому все, что связано с дизайном, с предметным, промышленным, графическим, коммуникационным, веб-дизайном, это абсолютно из-за того, что уже каждый чайник и кофеварка владеют собственным экраном, да, дизайнеров становятся все больше и больше, они нужны все больше и больше, потому что, ну, кто-то это должен оформлять. 3D-дизайнеры, специалисты по дополненной виртуальной реальности, это тоже прекрасное перспективное направление. Мы видим уже, мы даже видим, что кино уже полностью на 3D-технологиях, на 3D-дизайне, анимации, да, не говоря уже о разработке игр. И каких-то видеопродуктов уже даже можно восстановить актера с помощью 3D-технологии, да, и добавить ему эмоции, и сделать с ним что угодно. То есть вот уж актеры уже даже под угрозой, а 3D-дизайнеры нет. Так что это хорошее, надежное направление. Тексты и идеи, креативные, это чуть-чуть гуманитарные, да, чуть-чуть не гуманитарные. Сценаристы, сценаристы развлечений, сценаристы эмоционального опыта, сценаристы, дизайнеры, я бы даже сказала, эмоционального опыта, всякие разные сценаристы мультимедийных продуктов, рекламных продуктов, видеопродуктов. Огромное количество тут возможностей, не говоря уже просто о текстах, да, которые в маркетинге, в рекламе, в копирайтинге, везде используются, кроме вот просто художественных, да, огромное количество возможностей для работы с текстами в том числе. сценическое мастерство тоже пока никуда не девать, несмотря на 3D-технологии, да, все равно актеры продолжают нас радовать, это профессия тоже, которую и такие роботы не собираются пока что заменять. Ну и все, что касается работы со звуком, творческое направление, тоже музыка, обработка звука, звукорежиссура, саунд-дизайн, много достаточно тоже направлений в работе со звуком существует. Пойдем дальше. Дальше у нас кроссотраслевые профессии. Немножко я упомянула в начале этого нашего кусочка блока, что есть профессии, которые принадлежат какой-то отрасли, здорово выбирать их, если есть интерес отраслевой, если есть какая-то принадлежность отраслевая, интерес к науке конкретной, к области деятельности, но бывает такое, что и нет. Тогда можно пойти по безопасному пути и выбрать кроссотраслевую профессию, которую, овладев которой, можно практиковать в компаниях совершенно разных. Это, к примеру, финансисты. Их фокус, их объект работы – это деньги. Финансовые потоки компании. При этом, чем занимается компания? Она производит шины, лекарства, или она занимается образованием детей, или она занимается социальными проектами. Это не так важно, поскольку финансовые потоки, правила работы с ними, инструменты работы с ними практически всегда одинаковые. Вот на примере финансистов есть такой ряд универсальных профессий, которые можно применять практически в любой области деятельности, отрасли, и можно выбрать собственную отрасль попозже, когда попрактикуетесь, или во время обучения, или уже даже через какое-то время сменить несколько, на начальном этапе это возможно, и даже очень легко, прежде чем вы уже определитесь и будете в какой-то отрасли зарабатывать себе и строить какую-то карьеру. К таким кроссотраслевым профессиям относятся все профессии финансового блока, я их здесь объединила словом финансисты, но, конечно, их гораздо больше. Финансовые аналитики, инвестиционные аналитики, финансовые менеджеры, compliance менеджеры, контроллеры, аудиторы, их очень много. Все остальные профессии в этом кусочке относятся к операционному блоку, это корпоративные юристы, специалисты по персоналу HR, бизнес-аналитике, специалисты по IT-инфраструктуре, логистика, запасы, склад, беззаказ на закупке, и специалисты коммерческого блока, которые отвечают за работу с аудиторией, за продажи, маркетинг, рекламу, пиар, за работу с клиентами, поддержку и сервис, те, кто представляет компанию на рынке, и кто, в общем, деньги в семью приносит. Все, что касается коммерческого блока, сейчас очень, это специалисты, которые никогда не останутся без работы, и они довольно универсальные, есть у них своя собственная специфика, это пересечение экономики, пересечения социологии, в рекламе и пиар, это пересечение с креативными задачами, гуманитарными специализациями, прекрасное тоже направление, довольно безопасный выбор. Любовь? По примеру специальностей, по творческим направлениям, здесь мы всегда рассматриваем с нашими студентами индивидуально такой запрос, поскольку, в частности, для поступления в такие специальности будет требоваться бэкграунд, поэтому, то есть, если вы для себя рассматриваете, что вы хотите поступать на музыку в Китае или на изобразительное искусство, обязательно скажите нашему специалисту на этапе консультации, потому что все университеты будут требовать для себя вступительные экзамены дополнительные, обязательно бэкграунд. Ну и нужно понимать, что вы действительно этим хотите заниматься в жизни. А если выясняется, что действительно вот что-то интересно креативить, но хочется заниматься бизнесом, как правильно привела Наталья в пример, например, маркетинг и реклама, то есть, есть и такие направления. На примере кросс-отраслевых вообще профессий разберем сегодня электронную коммерцию. Это у нас специальность на самом деле будущего. Что такое электронная коммерция? Та сфера экономики, которая включает в себя все возможные финансовые операции в интернете. Когда вы заказываете для себя что-то с Алиэкспресс, с Азон.ру, с Валберес или еще с похожих сайтов, по сути, это вы взаимодействуете с продуктом электронной коммерции. И, конечно же, поскольку сейчас все переходит в интернет, вы все, что хотите с любой точки мира для себя можете заказать уже просто в телефоне. И здесь нужны специалисты, которые будут этот рынок расширять. На примере, допустим, у нас можно отучиться, да, на таких специальностях во многих вузах. Я здесь приведу пример именно по университету международного бизнеса и экономики, поскольку он номер один в Китае по этому направлению. Но у нас также есть своя совместная программа с Алибаба Гет. Что такое Алибаба? Вы наверняка все слышали про Алиэкспресс, про Таобао. Это компании, входящие в группу Алибаба. И если 20 лет назад нельзя было для себя заказать какую-то вещь вот так просто сидя у себя там в телефоне на компьютере из другой страны, сейчас это может сделать каждый. Благодаря кому? Благодаря тем, кто специалисты, являются специалистами e-commerce. Те люди, которые построили для нас, дали нам возможность подключиться к рынку другой страны и получать любые блага в любое, соответственно, время. Китай сейчас крупный партнер России, я бы сказала крупнейший. Здесь огромные, на самом деле, происходят транзакции всевозможных товаров, совместные разработки, цифровые, фармацевтические, любые проекты. И, конечно, нужны специалисты, которые построят интернет-рынок, чтобы любой человек в любой точке страны мог спокойно с телефона заказать себе продукт, который он хочет. Это все нужно грамотно сделать. В нашу жизнь пришел Алиэкспресс. Однажды к нам будет доступен, допустим, и Таобао для прямых заказов. Сейчас Таобао напрямую отдельный пользователь не может, например, заказать себе товары. Поэтому для тех, кому интересно бизнес-направление, но он точно не определился, с чем он, допустим, вот смысл, да, кросс-утрельсовых специальностей, как говорила Наталья, вы понимаете, что вы примерно хотите делать, но не знаете, в какой сфере. Например, те, кому интересен бизнес, и он понимает, специальность. Она сейчас очень востребована, и в нее очень хорошо вкладывается в Китай. Плюс дает возможность стажироваться уже в компаниях, которые себя присматривают, специалистов, которые помогут им из Китая выйти, допустим, на Россию или на другую страну в плане реализации их товаров и услуг через интернет. Вот, поэтому рассмотрите тоже такие варианты. Продолжаем. Сейчас рассмотрим по карьерным стратегиям. Возвращаю слово Наталье. Ну, собственно, здесь у нас такой сбор немножко результатов. Мы обсудили, как подумать про себя, как себя проанализировать, спросить близких, разделить вот этот кусочек, что у меня хорошо получается, какие у меня есть особенности, что мне интересно и к чему я стремлюсь. Это важный вопрос. Зачем вообще мне это нужно, да, работа? Что я хочу достичь? Чего? Может быть, я хочу изменить что-то, кому-то помочь, сделать что-то полезное или, не знаю, заработать много денег. В общем, ну, какие у меня цели, да, и какие я задачи хочу в профессиональной деятельности решать? Это вот кусочек самоанализа, и это важно нам с вами для того, чтобы от него оттолкнуться. Второе – это мои интересы в работе, мои интересы к наукам, к сферам, к отраслям, да, дополняет пазл, неизвестный нам. И дальше мы переходим уже к определению, да, профессии и выбору учебного заведения в соответствии с моим таким профессиональным выбором. Стратегия карьерная, почему это называется блок «Первая карьерная стратегия?» Потому что она предполагает, что у нас есть определенная цель, к которой мы двигаемся. И двигаемся мы через анализ себя, через анализ рынка, через выбор обучения и практику, и стажировку. Здорово, когда университет предоставляет возможность практиковать и стажироваться. Это очень ценно. Это во многом, ну, наверное, одна из очень важной части практически обучения, да, чуть ли не самая важная часть обучения, когда мы не только навыки, но еще и практический опыт можем получить во время обучения. И дальше мы его несем на нашу первую работу. Это тоже очень важно, да, тщательно подойти к выбору первой работы для того, чтобы оказаться в такой конструктивной среде, где мы... Первая работа – это, честно говоря, продолжение обучения. Да, мы там еще толком от нас ничего не ожидается, но зато мы можем учиться у профессионалов. Поэтому оказаться вот в профессиональной команде тоже очень ценно во время первой работы. И тогда, если мы сложили вот такой весь этот пазл, последовательность, логическую, я спокойна за вашу карьеру, это очень хороший старт, такой трамплин в профессию. Мы будем там, да, не в болоте тонуть, а мы в космос устремимся прямо к звездам. Пойдем дальше. Здесь важная часть у нас про выбор образования. Вот мы дошли, да, до какого-то совмещения наших склонностей, интересов и нашего... Проанализировали, чего нам хочется. Мы сформировали примерное представление о профессиональном направлении. Я еще раз подчеркну, что у нас нет задачи назвать профессию. Мы можем сформировать направление. Это, да, бизнес, например, экономика или там электронная торговля. Это информационные технологии. Может быть, биология, биотехнология, а не химическая промышленность. Мы можем широкое такое направление сформировать и дальше посмотреть, из чего мы выбираем и определиться уже, да, с более подходящей специализацией, а то и во время обучения определиться с подходящей специализацией, не прямо, да, на старте, а в процессе. И вот этот анализ и алгоритм выбора выглядит вот так. То есть мы начинаем с вами все-таки с себя, да, и дальше думаем про нашу, наши цели, про то, какой тип карьеры, как мы хотим устроить, чего мы хотим достичь, про то, какая сфера работа нам подходит, в каком мы можем реализовать это в профессиональном направлении. После этого только мы переходим к выбору обучения. То есть не отталкиваемся от того, что какие мне удобно сдать ЕГЭ, и тогда я посмотрю, какая профессия к ним подходит. Вот это кривая схема, да, лучше мы все-таки пойдем от своей цели профессиональной, складывая этот пазл до сегодняшнего момента, и тогда уже принимая решение о том, какое образование мне нужно, какими нужно сдавать экзамены, или как мне, что мне сделать для того, чтобы подготовиться к поступлению в тот вуз или в то учебное заведение, которое приведет меня к профессиональной цели. А в обратную сторону разматываем этот клубочек, да, не от сегодняшних моих проблем, что мне сдавать или не сдавать, а от нашей цели. Это называется построение карьерной стратегии, так действуют взрослые, которые строят свою карьерную стратегию, и разумные подростки, и вы тоже теперь, я надеюсь, будете так это делать. Вот. Что касается выбора образования, то есть, я думаю, что здесь нам Любовь расскажет, да, подробнее, но есть определенные такие важные моменты, которые нам надо учесть. Образование – это не самоцель, как мы уже в самом начале говорили, это не образование ради образования. Это способ приблизиться, и причем образование может очень быстро нас приблизить к нашей профессиональной цели. значит, мы должны ее знать, эту профессиональную цель. Нет никакого смысла выбирать образование, пока мы еще не сформулировали, что мы хотим делать и где вообще, куда мы хотим двигаться. Кроме того, очень важно, где мы хотим жить и работать. Если это международная карьера, зарубежное образование, то оно нам должно дать возможность адаптироваться в профессиональной среде, познакомиться с языком, с культурой, с какими-то особенностями культурными, узнать о профессиональных каких-то правилах, скажем так, в сообществе, попрактиковаться, сформировать такую вот нетворкинг, что называется, самые первые профессиональные связи вокруг себя, получить такую возможность войти в это профессиональное сообщество. Это тоже важная часть. Нужно понимать, что у профессионального образования есть несколько уровней, и нам не обязательно сразу замахиваться на аспирантуру. Мы можем последовательно обучаться в зависимости от того, какая задача сейчас перед нами стоит. Кроме того, оно должно, образование, это очень критически важно, оно должно нам давать доступ к практике, стажировкам, давать нам реальные учебные проекты, давать нам возможность учиться, применять свои знания в работе, желательно сразу, потому что это будет составлять наше портфолио учебное, это будет нашим таким отличным фундаментом для конкуренции, во время первой работы, поиска первой работы, для того, чтобы победить в этой конкуренции. Это то, на что надо обращать внимание, когда мы выбираем учебное заведение, институт, наверное, да, любовь, у вас это такая, я так понимаю, судя по тому, что вы рассказываете, это как раз учтено. Да, все верно, когда вы к нам обращаетесь и говорите, я хочу учиться в Китае, мы вам просто не говорим, все, отлично, поехали, мы должны понять, что хотим, как хотим, и мы строим именно план, начиная из того, что вы хотите получить в конце, а не так, как правильно сказала Наталья, сначала сдам ЕГЭ, а там посмотрю, ну, куда получится. Нет, сначала должна быть цель, и к ней уже разработана дорожка. Здесь мы вам, естественно, поможем подобрать и вуз, и как ко всему этому пройти. Еще у нас слайдик. Что касается профориентации и планирования обучения, в общем, схема, которую я сейчас рассказала, такая логика выбора профессии, она универсальная, и я думаю, что взрослые могут помочь своим подросткам ее пройти, и я бы очень рекомендовала делать это в семье, вместе, потому что выбор профессии это не моментально. Это не то, что вас кто-то укусил, профориентолог, и вас осенило, и вы знаете, кто вы. Это вопрос собственного выбора, осмысления, анализа, обсуждения, поэтому нужно закладывать на это время и понимать, что это какой-то определенный процесс. Если нужна помощь, пожалуйста, обращайтесь к специалистам, это вообще не стыдно и очень даже полезно послушать, не обязательно, он за вас не решит, но он подскажет. Это психологи, если вам сложно определиться со своими особенностями, вам нужна в этом помощь, это профориентологи для выбора профессии, для ориентации вот в этом рынке и карьерные консультанты для планирования такой траектории профессионального развития, карьеры, может быть, уже первой, или траектория обучения, если по каким-то причинам вы не можете справиться с этим самостоятельно. Здесь сайт, в котором можно записаться на мою консультацию, я буду рада вам помочь, если вы не справляетесь сами. Можно писать вопросы с этим готовой, конечно. Да, обязательно обращайтесь. Мы еще раз в конце презентации продублируем все контакты, куда можно будет обращаться за карьерной консультацией, куда по ВУЗам. И Полина пишет в чате очень хороший вопрос, который подводит нас к нашей завершающей части встречи. Проводят ли ВУЗы что-то вроде практики, стажировки, олимпиады или подготовишки перед поступлением в ВУЗ? Да, вообще, что такое поступление в ВУЗ? Вот как, например, у нас схема поступления в Россию. Вы знаете, какие ЕГЭ сдавать, в какой ВУЗ вы хотите поступить, какие ЕГЭ принимаются, на какие баллы нужно вам впахать, и вы готовитесь, вы сдаете эти ЕГЭ, подаете документы. Как работает поступление в Китай? Начнем с того, что ЕГЭ – это только наш русский внутренний экзамен. Китай не будет смотреть на результаты ЕГЭ. Но при этом Китай заинтересован к себе привлечь иностранных студентов, в частности, и наших русских, как же он это делает, как дает возможность поступить. Конечно, если вы хотите учиться в Китае, вам нужно знать китайский язык. И, конечно же, вам нужно понимать, куда вы хотите поступить. Что вам в этом плане даст China Campus? У нас есть программа предвузовской подготовки. Она разработана совместно с ССН плюс ВУЗы Китая, которые входят в наше объединение. Этой программой занималась разработкой академики. Она делалась не одномоментно, не в один год. Были учтены особенности, что какие вам нужны языковые компетенции, чтобы вы могли учиться в дальнейшем университете. Какая нужна предметная подготовка, чтобы вы могли закрыть пробелы между нашим российским образованием и китайским, допустим, школьным, потому что у них больше классов, они больше проходят. Чтобы даже, зная китайский язык, когда вы придете на первый курс бакалавриата, у вас не были вот такие глаза, типа, о боже, что же я буду изучать, я этого не знаю. Поэтому здесь вот эта вот именно программа подготовительная для поступления в университет. В частности, в предвузовскую подготовку вы проходите бытовой китайский, это то, что говорится HSK, то есть знание именно бытового китайского языка для общения с людьми, академический китайский, чтобы вы могли понимать термины по своей будущей специальности, по своему направлению, вообще уметь говорить на академическом языке. И, конечно же, здесь есть предметная подготовка. У нас предвузовская подготовка делится на несколько профилей, смотря куда вы хотите на бизнес направление, на гуманитарное, на техническое, на научное. Здесь у вас будут разные предметы. У кого-то будет физика, химия на китайском языке, у кого-то математика, экономия, у кого-то лингвистика. Соответственно, вы получаете еще дополнительную подготовку перед поступлением в ВУЗ. И финальный экзамен по предвузовской подготовке китайский университет, входящий в наш консорциум, зачтет в качестве вступительных. То есть это и подготовка по языку, и по предметам, и, в частности, возможность поступить без каких-то доп. экзаменов в китайский университет. И также возможность учиться по грантам. В зависимости от того, как вы учились на предвузовской подготовке, какие, соответственно, вы получили оценки, такие вы получаете гранты. Про это поговорим отдельно. За исключением нескольких университетов, про это у нас специалисты отдельно говорят, смотря какие вы хотите специальности, во все вузы можно практически поступить без других каких-то дополнительных вступительных экзаменов. Исключение это специальности творческого характера и несколько самых топовых-топовых университетов, которые всегда проводят еще дополнительный отбор и свои внутренние экзамены. А большинство вузов, больше 34 университетов, вы можете поступить, заканчивая предвузовскую подготовку. Получить необходимые компетенции для учебы, что немаловажно. Здесь, как я уже говорила, есть различные направления, сейчас их на данный момент 4. И смотря, куда вы хотите поступить, на кого в дальнейшем учиться, это все учтено в программе подготовки. И дадим здесь и необходимые предметы, и, конечно же, знание терминологии по ним, потому что, когда вы придете в вуз, вам никто объяснять не будет, откуда это взялось, вам уже нужно будет вливаться в учебный процесс, поэтому очень важно подготовиться. На предвузовской подготовке у нас сейчас больше 1200 часов китайского языка и предметов. И в зависимости от того, как это бывает необходимо нашим студентам, мы можем регулировать, видоизменять программу ежегодно, смотрим, как поступаете, как учитесь. Соответственно, здесь мы уже говорили, у нас есть предвуз двух типов для поступления на бакалавриат и для поступления на магистратуру. Соответственно, здесь будет даваться, и есть также предвуз, делится у нас на, допустим, годичный. Если у вас китайский полностью с нуля, вы будете учиться сначала год этому, или если у вас уже есть компетенция по бытовому китайскому, допустим, участке 4 и выше, вы задали международный экзамен, то это трехмесячный. На данном слайде у нас представлен вид вообще предвузовской подготовки. Я бы сказала, это даже конкретно наша деятельность, как мы вам поможем. До того, как вы начнете учиться, мы вас проведем, мы вас можем отправить в Китай, элементарно сказать, что вам положить с собой в чемодан перед первой поездкой, и как ориентироваться в первое время на кампусе, кто вам поможет. Соответственно, вы пройдете сначала предвузовский год обучения с нами, затем мы с вами поможем во время обучения на предвузе. Потом уже, соответственно, как поступить на бакалаврад в магистратуру, подать документы. У вас будет свой специалист в Китае, Ацисен в Шанхай, который вам подскажет, как подать документы, что в эти вузы вот так нужно подать документы, какой список специальностей, какой список специальностей по грантам в этом университете. И, соответственно, в дальнейшем уже, когда вы уже будете продолжать обучение на бакалавраде в магистратуру, мы вас тоже продолжим курировать. Там, где мы можем вам, мы как компания, отдельно помочь со стажировками, мы это сделаем. Но вообще университеты Китая очень заинтересованы получить себе не просто специалиста с теоретическими знаниями, но и с практическими. Поэтому на практику будет уделено достаточно много внимания. Гранты. В частности, на самом деле, как показывает наша практика, когда мы общаемся с нашими ребятами, часто бывает, что не рассматривайте Китай, потому что есть такие вот большие страхи. Первое, как я выучу китайский, это сложно. Сложно, но вы же не пробовали. Вы же пока даже не смотрели, из чего он состоит. Как вы можете считать, что он сложный? Попробуйте, начните учить. Все учат, чем вы хуже. И второй страх, это даже, я бы сказала, просто незнание, что в Китае, например, там такое дорогое образование я не смогу себе позволить, что оно такое дорогое, как, допустим, в Англии, в Европе или в Америке. Это не так. В Китае, на самом деле, достаточно доступное и платное образование на бакалавриате, но также доступные грантовые программы. Китай очень заинтересован получить себе иностранных студентов, потому что хороший иностранный студент, который учится, успешно выпускается, успешно трудоустраивается, это их строчка поднятия в международном рейтинге. То есть международный рейтинг, это не только про то, как хорошо их академики вам читают лекции, а про то, как после обучения в ухо-университете студент сможет получить достойную работу по своей специальности. И гранты, это либо бывает полная компенсация обучения, либо частичная. У нас вообще в CCN построена своя схема, правительство Китая выделяет большое количество грантов на иностранных студентов, и какой-то кусочек от этого уходит только студентам China Campus. То есть за эти гранты вы не конкурируете с другими студентами, международными, которые приезжают в Китай со всех стран. И у нас есть возможность предварительно получить грантовый оффер, то есть в зависимости от того, как вы, допустим, учитесь в школе. Я сейчас отдельно расскажу, где в каком классе, как это можно подать заявку. Но в дальнейшем вам нужно будет ваш грант подтвердить, когда вы пройдете предвузовскую подготовку, и, соответственно, получите оценки те, которые в грантом оффере. Как показывает наша статистика, мы ежегодно берем обратную связь от наших студентов, от их успеваемости мы все это видим, то 86% успешно сдают экзамен. Успешно сдать, вообще успешная сдача для поступления от 60% и выше. А 70% получили студенты грант с бесплатным обучением у нас в том году. Получается, бесплатное обучение это полностью 4 года или 5 лет бакалавриата, в зависимости от специальности, полностью за счет правительства Китая. И есть студенты, которые вышли бесплатное обучение и стипендии или бесплатное обучение и проживание, то есть тут все зависит на самом деле от вас, как вы будете учиться. Китай не ограничивает ваши возможности, мы не ограничим ваши возможности. Елена пишет, что в Китае примерно в два раза дешевле, чем в Европе. В Европе обучение только платное. Тут еще будет зависеть от того, какие европейские страны вы смотрите. Если вы посмотрите Англию, то там обучение может стоить в десятки раз дороже в фунтах. Доллары и евро не самые бывают выгодные для нас. Мы остановились на том, как можно поступить, вообще какой у нас этап подготовки с поступлением в ВУЗ. У нас всегда, когда вы к нам зачисляетесь, конечно же, мы предварительно и бронируем гранты. Тут будет зависеть от того, как вы учитесь в школе. Как я уже говорила, результаты ЕГЭ, они не будут важны для Китая, поскольку для них этот экзамен не котируется. Но это не значит, что вы не должны показать в школе хорошую успеваемость и хорошо сдать ЕГЭ для аттестата. Как вообще стоит схема, если вы сейчас находитесь в 10-11 классе? Первое, это, конечно, обсудить все-все-все вопросы с нашим экспертом. Меня слышно? Меня слышно ведь? Все ведь хорошо? Меня ведь слышно? Да, слышно. Все в порядке. Ага, все отлично. Вот, это, конечно, обсудить все-все-все вопросы с нашим экспертом. Это обязательно, чтобы не было никаких-то недопониманий или подводных камней. Полностью составить, определиться, в какой центр предвузовской подготовки вы поедете, какой это будет город, какой это будет университет, как там обстоит жизнь, какой там кампус, как ко всему подготовиться, что с собой положить в чемодан. То есть все-все-все разобраться. И уже примерно наметить себе университеты, куда вы можете поступать по тем или иным направлениям. Если вы пока не определились полностью с профессией, так или иначе, уже будет понятно, хотя бы в какой профиль вы пойдете. Второй шаг, это мы уже зачисляемся на предвузовскую подготовку. Либо годичный курс для тех, у кого с нуля, либо трехмесячный, у кого уже есть знание китайского на уровне HSK 4.5. И здесь уже нужно будет важно выбрать направление. Либо это будет бизнес, либо это будет техническое, научное направление, либо гуманитарное. Почему это важно? Для этого зависит специальности, на которые вы сможете потом поступить. Потому что те предметы, которые вы пройдете на предвузе, например, физика и химия, на техническом направлении, они будут зачетными в счет поступления в Китай. То есть сами китайцы сдают свои государственные вступительные экзамены, иностранцы могут сдавать какие-то экзамены, если у них требуются. Вы сдаете только то, что вы проходили на предвузе. Как я уже говорила, есть свои исключения, но это всего пара университетов. Про них вам всегда скажут эксперты заранее. Третий шаг. Вы здесь заканчиваете 11 класс, получаете свой аттестат, вы можете сдавать только базу по ЕГЭ, если вы уже полностью утвердили в своем решении поступать только за рубеж, учиться. И уже собираете все необходимые документы и улетаете в Китай. Проходите предвузовскую подготовку, получаете баллы, допустим, не ниже тех, которые у вас указаны в предварительном грантовом офере, если вы хотите учиться по гранту. Выбираете университет, подаете заявку при помощи нашего уже китайского. Здесь коллеги, с Сен Шанхай. Сдаете все необходимые документы, учитесь по гранту. Если вы в более младших классах сейчас находите, восьмой, девятый, то у нас есть такая же схема с поступлением, но, допустим, проходя эту предвузовскую подготовку параллельно со школьным обучением, то есть это параллельно с 10-11 классом вы будете изучать китайский достаточно интенсивно по предвузовской подготовке в Москве. У нас есть свой профильный класс на базе школы 15.03, это топ-20 школа в Москве. Она даст хорошую подготовку и по другим предметам, как, соответственно, качественную предметную, так и подготовит вас хорошо к ЕГЭ. Параллельно вы выучите китайский, у вас будет потом трехмесячная подготовка на курсе ЦЭФ Китая, где вы пройдете академический язык и предметы по вашему направлению. И точно так же вы сдаете финальный экзамен по предвузу, выбираете университет, поступаете учиться по гранту. Это вот, соответственно, такие схемы. Мы еще раз здесь покажем, как у нас оставить заявки, потому что такой вопрос всегда требует индивидуального точечного рассмотрения, решения всех-всех-всех вопросов, которые у вас могут возникнуть. Соответственно, я еще раз передаю слово Наталье, где ее можно будет найти. Можно с ней подружиться на Фейсбуке, можно обратиться. Пожалуйста, Наталья, скажите еще раз, где вас найти. Да, я всех приглашаю в Фейсбук и в Инстаграм, где я пишу и отвечаю на вопросы. Можно писать вопросы в личку, и я с удовольствием на все отвечаю. или просто читать то, что я пишу о выборе профессии и профилитации. И здесь я оставлю наш QR-код. Если у вас есть любые вопросы к CCN, вы можете его отсканировать или оставить заявку у нас на сайте и непосредственно со своим специалистом обсудить все-все-все вопросы касательно обучения в Китае, выбора специальностей в Китае, предвузовская подготовка или профильный класс. И я бы сейчас хотела провести небольшой блок вопросов в чате, поэтому, пожалуйста, напишите ваши основные вопросы, которые вы хотели бы услышать ответы сейчас. Я вижу очень хороший вопрос от Елизаветы. Можно ли перевестись в одиннадцатый профильный класс CCN? На самом деле, мы набираем сразу только с учетом десятый-одиннадцатый класс, то есть к нам могут поступить сейчас девятиклассники, восьмиклассники, но обязательно, Елизавета, обратитесь, пожалуйста, с этим вопросом ко мне. Вы можете отсканировать сейчас QR-код или оставить заявку на сайте на профильный класс. Мы с вами это обсудим, потому что в качестве индивидуального согласования это может быть возможно, но зависит от того, какой у вас уровень китайский и как вы пройдете вступительное испытание в профильный класс. Поэтому вам лучше оставить заявку и со мной поговорить на эту тему отдельно. Полина пишет, что делать, если ты не из Москвы. Здесь есть такой вариант. Либо вы рассматриваете профильный класс, но вы тогда переезжаете в Москву и учитесь там, то есть вас должны отпустить родители, вам нужно будет жилье, и вы проходите десятый-одиннадцатый класс в Москве. Либо, Полина, вы у себя заканчиваете одиннадцатый класс у себя в городе и уезжаете на предвузовскую подготовку в Китай, то есть вы будете изучать уже китайский полностью в среде. Елена пишет, если подтвердил грант на предвузе, нужно ли подтверждать его дальше в ВУЗе на протяжении обучения? Да, конечно. У вас будет сессия. Вам нужно будет подтверждать данные оценки постоянно, потому что, я думаю, это абсолютно логично, не требует, на самом деле, отдельного объяснения, но я объясню. Вот вы, допустим, получаете полный грант при успеваемости от 80 баллов и выше. По сути, это четверка. И вот вы первый год прекрасно учитесь, а на второй-третий год вы решили погулять, скатиться. Почему Китай должен тогда оплачивать ваше обучение? Поэтому вы подтверждаете свой грант регулярно, сдавая успешную сессию. В Китае, на самом деле, достаточно строго с дисциплиной, с создачей экзаменов, что нельзя за собой тянуть хвосты, делать много прогулок. Мы об этом тоже предупреждаем, но это гарантирует вам качественное обучение без каких-либо взяточных махинаций. И вы можете учиться по вашему гранту, главное, учитесь. Учитесь. Нужно будет подтверждать грант. Стоимость трехмесячной предвузовской подготовки, если я сейчас не ошибаюсь, она в районе 15 тысяч юаней, ну, умножаем примерно на 12, в районе 180 тысяч рублей. Это три месяца обучения, именно 220 часов китайского языка и предметов. 330, прошу прощения, 330 часов. И, естественно, здесь еще будет зависеть от того, в какой центр предвуза вы поедете, потому что есть свои расходы, допустим, на общежитие, в среднем от 5 тысяч юаней за три месяца, ну, где-то 60 тысяч рублей. И, конечно, мы здесь, когда вас отправляем в Китай, мы делаем такую калькуляцию, чтобы вы могли заложить бюджет. Сколько у вас денег уйдет на обучение, сколько денег на проживание, сколько стоит заложить на примерные расходы в месяц, допустим, питание и какие-то мелкие бытовые расходы. В зависимости от города порядок цен разный, и поэтому с вашим консультантом, с экспертом вы всегда подбираете, в какой город вам будет комфортнее поехать, какой вы считаете подходит ваш бюджет и так далее. И вы уже знаете примерно все расходы. При этом есть расходы, естественно, здесь визу, авиабилет купить. Мы все-все-все скажем, то есть полностью сможем посчитать бюджет, необходимый для обучения в Китае. Какие еще вопросики у кого есть? Давайте еще пару вопросов. Может ли произойти такое, что я не поступлю? Спрос от Карины. Очень хороший вопрос. Такое может произойти, Карина, если вы будете пропускать или не учиться. Во всех остальных случаях успешное завершение предвузовской подготовки это 60 баллов. 60 баллов из 100, ребята, это проходной, по сути, чуть выше тройки. Поэтому все, кто учится и сдает на проходной балл, вы поступите в университет. Просто если ваши баллы будут ниже того, что вы хотели для получения гранта, возможно, вы будете учиться на платной тогда основе либо по частичному гранту. И, соответственно, как я уже говорила, в Китае строгая дисциплина, мы об этом всегда говорим, что не пропускайте большое количество занятий. Там есть свои критерии, что больше 10% пропусков могут привести к отчислению и что нужно вовремя сдавать задания, что нужно учиться. Все, кто учится, все успешно дают. 86% успешно завершают предвузовскую подготовку. Если вы готовы учиться, вы абсолютно прекрасно поступите в ВУЗ. Мария пишет, если я учусь в ВУЗе и хочу поступить на другую специальность в китайский ВУЗ, на бакалавриат, какие документы мне понадобятся и как в общих чертах будет выглядеть план поступления? Вы, получается, здесь уже не будет учитываться ваше бакалаврское образование текущее, только если оно как-то не связано со специальностью ВУЗ. Но если у вас вообще не связаны специальности, вы пойдете точно так же через предвузовскую подготовку и затем полностью поступление на бакалавриат. Если у вас как-то могут быть связаны специальности, скорее всего, вы также пойдете с первого курса бакалавриата. То есть, по сути, схема такая же, как для 11-классников. Но с этим вопросом лучше точечно обратиться к специалисту, оставив заявку на сайте, потому что кейсы бывают разные, разные кейсы мы здесь обсуждаем с нашими китайскими коллегами. Если границы не откроют, какой будет формат обучения, пишет Елена. Будет онлайн-формат обучения, и я вам скажу, сейчас в Китае он прекрасно проходит. Многие этого боялись на примере негативного опыта, который у нас случился здесь в нашей стране, но Китай к этому абсолютно готов. И в частности, мы можем сказать, что мы абсолютно к этому готовы и по предвузовской подготовке, и по бакалавриату. Пообщайтесь с нашими ребятами, которые сейчас учатся удаленно в онлайне, и на бакалавриате, и на предвузе. И при этом, смотря на результаты обучения на предвузовской подготовке, я могу сказать, что они чуть ли не лучше, чем когда ребята учатся очно. Возможно, это связано с тем, что дисциплина получше. Все-таки из дома проще дойти до уроков, нет каких-то соблазнов где-то погулять. Но технически онлайн имеет свои, на самом деле, большие плюсы в качестве подачи материала. И Китай все это успешно подготовил, перевел в необходимый формат. Поэтому, если вдруг границы не откроют, начнете в онлайне, подготовите все необходимые документы, и как только их откроют, мы вас быстренько отправим с удовольствием, вуз вас ждет. Вот. Это вот касается таких вопросов. Давайте, когда еще будут любые вопросы, пожалуйста, оставляйте заявки, пишите мне, просканируйте код, напишите мне в WhatsApp, мы все это, все это разберем. Андрей пишет, учиться онлайн сложнее. Да, есть свои сложности. У вас сейчас большая нагрузка, и, да, есть технические моменты, которые нужно решать. Я уверена, они будут решаться. Как будет компенсировано уменьшение практики в бытовом китайском языке, говорит Елена. Что касается практики, мы здесь сейчас разрабатываем такой момент, что, поскольку, да, ребята находятся не полностью погружены в языковую среду, Сен сейчас над этим работает, наш шанхайский офис, в плане ведения каких-то дополнительных занятий непосредственно с носителями. Поэтому, исходя из успеваемости, когда видим, что чего-то где-то не хватает, все это дадим. Поэтому, Андрей, не переживайте, вы, главное, не бросайте. Ваши старания обязательно окупятся, и во втором семестре вам будет легче. Мы все надеемся, что откроют границы, мы все этого хотим. Вы, мы, Китай, вузы. Поэтому, и то, если вам чего-то не хватило в онлайне, это обязательно все будет компенсировано впоследствии вживую, и даже сейчас разрабатываются варианты каких-то дополнительных занятий именно с носителями, чисто на разговорный, не только на грамматику, но чтобы вы могли посидеть и поговориться. Документы можно подавать уже в 10 классе. У нас открыт набор на 2022 год зачисления. Соответственно, вы предварительно занимаете и место на программе, и предварительно занимаете за собой какой-то определенный вид гранта. Поскольку мы знаем на каждый год, сколько у нас грантов запланировано со стороны правительства, и сразу уже распределяя студентов, мы тоже видим, так сказать, между вами, кому что мы даем, и, соответственно, ваша цель будет, Карина, отучиться хорошо, подтвердить этот грант и выбрать ВУЗ, где вы сможете по этому гранту учиться. С этим поможет полностью наша китайская сторона, ну и мы, соответственно. Вот. Мы были очень рады сегодня провести вам эту встречу. Спасибо за вашу активность, за ваши очень хорошие, грамотные вопросы. Видно, что вы уже и в 10 классе думаете о вопросах поступления. Хорошо, когда есть вопросы, плохо, когда их нет. Поэтому по всем, по всем вопросам, пожалуйста, оставляйте заявки. Я и мои коллеги, эксперты по обучению в Китае, мы вам дадим полную информацию от и до, и ВУЗы, и специальности, и стоимости, и все возможные подводные камни, и как подготовиться вообще, как элементарно даже там выживать первое время, если вы приехали в Китай с нулевым знанием китайского языка, и не знаете, где купить электрочайник. Мы все это подскажем, все это расскажем, проведем вас через все возможные джунгли. СИСЕН, у нас вообще такая миссия, не только отправить вас в Китай, зачислить в университет, мы с вами будем до конца, и, соответственно, мы поможем в процессе обучения, если будут какие-то нерешаемые вопросы с ВУЗом, ну, как правило, на самом деле, все решается, если спросить, или возможности стажировки, как я уже говорила, там, где мы сможем повлиять, что-то дать дополнительно, мы это сделаем. С этой стороны мы также будем тренинги делать, как сейчас проводим профориентационный тренинг и все-все-все прочее. То есть мы с вами будем до конца, вплоть до вашего выпуска, до вашего трудоустройства. Так, есть ли разница в получении гранта между теми, кто учится в МСК, и теми, кто нет? Как таковой большой разницы нет, потому что вы предварительно, московский профильный класс, предварительно также идет распределение гранта в 10 классе. Вы точно так же, учащая себя в 10 классе в регионе, можете предварительно себе грант бронировать. Всем участникам мы отправим запись вебинара на почту. Скорее всего, тут уже будет завтра. Здесь администратор займется этим вопросом. Все, у кого есть вопросы, подумайте. Вопросов всегда будет много. Оставляйте, пожалуйста, заявки. С удовольствием с вами еще раз все обсудим. Вам большое спасибо за активность, за хорошие, качественные вопросы. Надеемся, что встреча была очень полезной. очень приятной для вас и всегда рада видеть вас на всех наших событиях. Успехов в обучении, у кого сейчас предвузовская подготовка, у кого школа, у кого китайский язык. Держитесь, все ваши старания обязательно окупятся, все ваши труды принесут свои плоды в будущем. Это обязательно. Всем хорошего вечера и доброй ночи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok